Аллилуйя! Я очень рад тебя видеть! Я очень рад тебя видеть! И это правда! И давайте мы воздадим Богу славу! Мы также, друзья, все, кто возле телеэкрана, мы сейчас приветствуем тех, кто присоединится к нам впервые! Возможно, вы включили свой телевизор, и вы увидели это служение. Вы сегодня находитесь с нами. Где бы вы ни находились, сколько бы километров нас не разделяло, мы одна семья. И Дух Святой сегодня готов прикоснуться к тебе. Поэтому оставайся с нами. Оставайся с нами на одной волне. Мы также приветствуем тех людей, которые пришли сегодня в это место, в Храм Духа Святого впервые. И давайте, церковь, мы поприветствуем каждого из них. И сегодня ожидай чудо Божье. Ожидай, когда сегодня будет молиться апостол. Жди Божьего прикосновения, прикосновения Святого Духа. И находись в этом состоянии каждое мгновение этого служения. А сейчас давайте мы прославим Бога. Богу кажет всегда путь. Нету ничего, чтобы не мог совершить Бог. Все возможно ему. У креста хочу стоять Созерцать душою Как с голгоф и благодать В мир течет рекою У креста меня нашли Благодать и сила И звезда святой любви Путь мне озарила На кресте Божий огнец Кто умирал На кресте На кресте На кресте Жизнь свою отдам Отдам У креста У креста Открылся мне Кроткий огнец Божий Он привлек меня к себе И стал всего дороже У креста У креста Хочу стоять И созерцать И созерцать душою Как с голгоф и благодать Мир течет Мир течет рекою На кресте На кресте На кресте Божий огнец Умирал На кресте На кресте На кресте Жизнь свою отдам На кресте На кресте На кресте Божий огнец Умирал На кресте Божий огнец На кресте На кресте Жизнь свою отдам Там Спасенья Полноты У креста Я Уже Не рад Кресту Но Иисусу Кресту И уже Живу Не я Но Христос Во мне Твои Дела Иисус, мы славим Тебя! Мы славим Тебя! Аллилуйя! На кресте Умирал На кресте Аллилуйя! Я Живу Ибо Он Воскрес Аллилуйя! Он Вечный Свет И тьмы В нем Христос Моя жизнь И песнь Я люблю Твой Воскрес Аллилуйя! На кресте Умирал На кресте Умирал Аллилуйя! Я Живу Ибо Он Воскрес Аллилуйя! Он Вечный Свет И тьмы В нем Нет Христос Моя жизнь И песнь Я Я Люблю Твой Вес Аллилуйя! Я На кресте Умирал На кресте Аллилуйя! Я Живу Ибо Он Воскрес Аллилуйя! Он Вечный Свет И тьмы В нем Нет Христос Моя жизнь Тебе Я Люблю Твой Крест Я Люблю Твой Крест Иисус Иисус Благодарим Тебя За жизнь Вечную За спасение Прославь Его! Аплодис Христос Аплодис 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 Иисус Воскрес Благодарим Иисус Благодарим Христос Спаситель Вина О Иисус Живот Жизни Будь О О О Мессия Он Живот Аллилуйя! Аллилуйя, 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 Иисус живой, Смерть повеждена, Нам жизнь вечная кота, Иисус жив в обвеки, Он живой, Он живой. Иисус, Альфа и Омега, Первый и последний, Победу дал Он нам, И совершенную любовь, Поспящий Божий Агнец, Он живой, Он живой. Он навчальник и завершитель веры в нас, Он был отвержен всеми, Трою горьким камнем встал. Смерть вверх твоя жала, Иисус поведение. Смерть повеждена, Нам жизнь вечная кота, Иисус живой, Смерть повеждена, Он живой, Он живой, Он живой. Иисус, Альфа и Омега, Первый и последний, Победу дал Он нам, И совершенную любовь, Поспящий Божий Агнец, Он живой, Он живой. Мы прославляем Тебя, Господь, Мы так благодарны Тебе За жизнь вечную, которую Ты нам подарил Через Свою смерть и воскресенье. И мы благодарны, что сегодня Твое присутствие здесь. Смерть вверх твоя жала, Иисус живой, Иисус живой, Смерть повеждена, Нам жизнь вечная кота, Иисус живой, Он живой, Он живой. Иисус живой, Он живой, Он живой, Он живой, Аллилуйя, Иисус живой, Смерт побеждена, Там жизнь вечная когда, Иисус живопередный, Он живой, Он живой, Иисус, Альфа и Омега, Первые последни, Победу дал он нам, И совершенную любовь, Последший Божий ответ. Божий, 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 Аллилуйя, Иисус живой, Иисус живой, Смерт побеждена, Богу сильную славу! Халерюля! Иисус Христос вчера, а сегодня и вовеке точно! Давай еще раздадим Ему сильную славу! Дорогие друзья, дорогая церковь, дорогие наши телезрители! Сегодня мы вместе с вами празднуем победу Божью! Аминь! Скажи своему ближнему, сегодня твой день для Божьего чуда! Подари ему обязательно красивую улыбку! Сегодня твой день для Божьей встречи! Дорогие наши телезрители, сегодня особенный день! День для Божьего чуда в твоей жизни! И вы можете присаживаться! Дорогие братья, сестры, дорогие друзья! На самом деле, сегодня особенный день! День встречи Бога с тобой! День твоего общения с Ним! И сегодня, в этот день, Бог хочет коснуться каждого! И мы с вами были свидетелями сотен, тысяч исцелений, которые Святой Дух совершал в жизни людей, которые даже теряли надежду! Но Бог, Он дает надежду! Бог сегодня в наши дни, Он исцеляет! Скажи на это твердое Аминь! И давай мы воздадим еще Богу сильную славу за каждое чудо! И сегодня, в этот день, когда апостол Владимир, Он будет молиться за исцеление, Дух Святой, Он наполнит этот зал, Он двинется в прямом эфире, и это будет время твоей встречи с Богом! И сегодня, друзья, мы сейчас еще прославим с вами Бога! У нас есть еще свидетельства людей, которые пережили на своей жизни невероятные Божьи чудеса! Но я хотел бы обратиться сегодня к каждому в этом зале, каждому, кто с нами в прямом эфире! Послушайте! После этих свидетельств будет поклонение, и апостол Владимир, Он выйдет на эту сцену! И Он будет молиться Богу! И когда наполнит этот зал присутствие Божье, Дух Святой будет на этом месте! Это время, когда тебе нужно быть сосредоточенным на Его силе! И Он обязательно сегодня коснется тебя! Скажи, сегодня мой день! Для Божьего чуда! И давай мы еще воздадим Богу славу! Пастор Валик! Сверхъестественное освобождение от 20-летней зависимости, наркотической зависимости через телеканал! 20 лет? 20 лет! Да, дома у меня есть телеканал «Возрождение», я периодически смотрел его. Ну и в один прекрасный момент меня побудило именно встать ночью, 2 часа ночи. Я поднялся, посмотрел, и шла гора Маисея. Апостол Владимир молился именно, я посмотрел. И получилось так, меня что-то побудило именно помолиться. Я пошел молиться, упал на колени, молился, слезы, там такое пережил. На утро я проснулся совсем другим человеком. Вообще, ну, не курил, ни наркотиков, ни пил, ничего вообще, не макнул, не сквернословил. Все поражались на работе, что случилось. И с того момента я себя чувствую, ну, вообще, другим человеком. Все поменялось у меня, я жить как-то, летать. Слава Богу. Халилюя. Ты лидер домашней группы? Да, 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 да. Я два с половиной месяца только как покаялся, но уже... И уже ведешь домашнюю группу? Да, 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 да. Уже помогай другим? Помогай другим, конечно. Послушайте, друзья, это чудо. А что бы ты сегодня вот сказал каждому, кто в этом зале? Здесь есть люди, у которых рак, онкология, туберкулез. С нами сегодня миллионы людей в прямом эфире. У них также какие-то зависимости, нарко, алкозависимость. Что бы ты сказал каждому, кто сегодня пришел с надеждой на Бога? Я хотел бы просто сказать каждому, чтобы приняли, приняли слово именно апостола. Потому что через него делает Бог. Это Бог делает все, и Он, Его работа. Я говорю, если ты примешь это, оно тебе примет. Просто надо именно поверить на сто процентов, что ты принял это, что ты выздоровеешь. Будет чудо для каждого. Ты для нас живое свидетельство. Церковь, давай мы еще дадим Богу славу. Спасибо. Дорогие наши телезрители, дорогая церковь, это замечательно, потрясающее свидетельство. Яна, она более 10 лет, она страдала очень жестким хроническим циститом. Это было как следствие заболевания почек. И вы знаете, она рассказывала, что она не могла передвигаться. Но настолько это все было усугублено. Говорит, каждую ночь я проводила в туалете, плакала от невероятной боли. И это было 10 лет. И на колледже гора Моисея. Да, 2015 было слово знания, и апостол сказал, что исцеляются почки. И то есть получается, что у меня как что-то отошло от почек. И я еще хочу сказать, что я стояла на последнем ряду, и это был перед последний день колледжа. Вот, то есть, и, ну, Господь меня исцелил. И теперь она здоровая, счастливая, и уже 3 года она счастлива. Уже прошло 3 года с того момента. И никаких проявлений нет. Это чудо, слава Богу. Давай дадим Ему славу, аллилуйя. А что бы ты лично сказала тем людям, которые сегодня нуждаются в Божьем прикосновении? Ну, что бы верили и ждали своего чуда. Господь исцелит по-любому. Бог, Он верный Бог. Друзья, Бог, любящий Бог. И сегодня твой день для Его чуда. Аллилуйя, спасибо огромное. Давайте еще воздадим Богу славу, и у нас еще есть вот свидетельство. Андрей на протяжении 17 лет болел туберкулезом. И Его чудо, оно к Нему пришло. Расскажи, пожалуйста, Андрей. С 2001 года я болел туберкулезом. Два раза лечился. Последний раз была открытая форма. Тяжелая форма. Я пошел на колледж в 2017 году. Туда молился наш апостол. Дорогой апостол, которого все любят здесь, я думаю. Амин. 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 И была молитва. За исцеление. Я положил руку на грудь. Я не ожидал, что это все со мной случится. Но пошло по телу тепло. И я понял, что это для меня, это была молитва. И я исцелился. Аминь. И Андрей рассказывал, что когда он пришел на обследование, а вот он не сказал, что он настолько устал лечиться, что он, когда ему поставили открытую форму, он вообще, он говорит, я чуть-чуть попил лекарство и бросил. Даже не, говорит, не захотел лечиться, потому что, ну, не было толку. И когда он показался врачу, врач, он был просто в шоке. Я вам скажу, врач мне сказал, говорит, это один случай из миллиона, который человек без лекарств мог исцелиться. Аминь. Но мы-то знаем, кто это все сделал. Наш драгоценный Господь. Аминь, аминь, аминь. Это сделал наш драгоценный апостол и Господь. Господь через нашего духовного Отца. Он сегодня мощно движется, друзья. И сейчас мы поклонимся Богу. Давайте мы поднимемся с вами. И после поклонения Божий человек, апостол Владимир, он выйдет на эту сцену, и он будет молиться за исцеление. Поэтому ожидай во время молитвы действия Божьего на свою жизнь. Дух Святой, в Тебе я нуждаюсь. Дух Святой, Тебя ожидаю. Прикоснись, мое сердце открыто, наполняй своей силой и славой. Дух Святой, Тебе я нуждаюсь. Дух Святой, Тебе я нуждаюсь. Дух Святой, Тебя ожидаю. Дух Святой, Тебе я нуждаюсь. Дух Святой, Тебе я нуждаюсь. Дух Святой, Тебя ожидаю. Дух Святой, Тебя ожидаю. Прикоснись, мое сердце открыто. Прикоснись, мое сердце открыто. Дух Святой, Тебе я нуждаюсь. 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 Дух Святой, Тебя ожидаю. Прикоснись, мое сердце открыто. Прикоснись, мое сердце открыто. Дух Святой, Тебе я нуждаюсь. Дух Святой, Тебе я нуждаюсь. Дух Святой, Тебе я нуждаюсь. Дух Святой, Тебя ожидаю. Ты коснись, мое сердце отнык, наполняй свои силы и слава. Дух снятой, тебе я нуждаюсь, Дух снятой, тебя ожидаю. Ты коснись, мое сердце отнык, наполняй свои силы и слава. Дух снятой, тебе я нуждаюсь, Дух снятой, тебя ожидаю. Ты коснись, мое сердце открыто, наполняй свои силы и слава. Сила и слава, Аллилуйя, Аллилуйя. Ищу тебя, Дух Святой, Аллилуйя, Аллилуйя. Я так жду встречи с тобой. Аллилуйя, Аллилуйя. Ищу тебя, Дух Святой, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Я так жду встречи с тобой. Аллилуйя, Аллилуйя. Ищу тебя, Дух Святой, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Я так жду встречи с тобой. Аллилуйя, Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 полное приходит очищение и освобождение этого семейного древа это касается конкретно здесь женщина и это касается не только вас это касается всей вашей семьи у вас дочь подросток также и сын которому около семи лет на вид и вот сейчас в этот момент бог произвел чудо все что происходило в вашей жизни больше происходить не будет новая жизнь благодаря святому духу эта женщина знает потому что сейчас дух святой касается ее и прямо в этот момент вы благодарите святого духа за новую жизнь потому что именно вы вы поражены болезнями не одной вас не один диагноз вас много диагнозов эти демоны кусали вас но с этого момента вы полностью исцелены я говорю прямо сейчас всем кто в этом зале ждет от духа святого конкретного реального прикосновения и полного исцеления также те люди кто у экрана телевизора и у вас конкретная вера и вы четко вот сейчас смотрите только для одной цели чтобы получить свое исцеление я говорю вам сейчас очень важное слово всем дайте богу обещание что вы сейчас получите исцеление и обязательно будете прославлять и обязательно будете свидетельствовать прямо конкретно скажите я буду на сцене я буду свидетельствовать где бы вы не находились то ли вы здесь в зале то ли вы у экрана телевизора на другом конце света не имеет значения дайте богу обещание что вы поделаете этот путь для того чтобы прославить его и прямо сейчас прежде всего я молюсь о том чтобы помазание наполнило этот зал наполнись Коснись, сила твоя пусть сейчас наполнит этот зал. 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 Пусть наполнит этот зал так же каждого экрана телевизора ждущего Духа Святого. Пусть комната наполнится присутствием и помазанием. Помазание это сила, которая выходит из присутствия Святого Духа. Это физическое ощущение Бога. О, только что, друзья, высвободилось помазание. Духа Святого 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 Духу. Друзья, помазание в этом зале И оно все сильнее и сильнее В этот момент, прошу вас, не думайте ни о чем Кроме встречи с Духом Святым личной Закройте глаза и просто ожидайте вот этого момента Дух Святой, он сейчас ходит по этому залу Ходит по рядам Его помазание сейчас освобождается в этой атмосфере И каждое сердце, которое его ждет Он все видит, он видит сердце, он видит мысли Каждое сердце, которое его ждет Сейчас обязательно, обязательно переживет прикосновение Прикосновение, кого-то он за руки возьмет Где-то тепло вы почувствуете Которое просто прольется по вашему телу Сейчас я ощутил опять, как это помазание увеличивается Только что опять волна помазания пришла Боже, слава тебе мощно О, спасибо тебе, спасибо, спасибо, спасибо тебе Спасибо тебе. Тач. Тач. Коснись, 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 коснись. Коснись, коснись, коснись. Так нужно кому-то это переживание сейчас. Так нужно это присутствие Духа Святого, близость Святого Духа. Так нужно сейчас пережить это реальное помазание, настоящее. Потому что именно это то, что перетворит вас внутри, в вашем Духе. О, Дух Святой. Наполни этот зал, наполни этот зал. Наполни этот зал, наполни этот зал. Наполни этот зал, наполни, Господь. Каждую комнату, где человек сидит у экрана и ждет тебя. Наполни, наполни Дух Святой твоим помазанием, твоим помазанием, твоим присутствием, твоей силой. Там, где помазание Святого Духа, друзья, там начинают сразу же рушиться проклятия. Там сразу же дьявол теряет буквально контроль над вашей жизнью. Там моментально эти бесы не могут удержаться, которые прятались, потому что помазание. Там, где помазание, там бесам нет места. И они покидают тело человека, потому что очень часто бесы жилищем избирают тело человека, душу человека. Но в этот момент, когда помазание наполняет зал, когда помазание наполняет зал, когда помазание наполняет комнату, где человек ожидает конкретно Духа Святого. В этот момент, друзья, Дух Святой приходит, и бесам больше нет шанса остаться. И когда уходят бесы. В этот момент сразу же исчезают разного рода хронические заболевания. Исчезают какие-то вещи, связанные с вашей семейной жизнью. Негативные вещи. Исчезает депрессия. У кого-то конкретный демон нищеты, который атаковал вашу жизнь. Долгов, нищеты. И он просто атакует и атакует вас. Атакует и атакует. Но послушайте, это духовная проблема. И там, где помазание, там нет места этим бесам. Поэтому прямо сейчас для тебя самым главным должно быть не смотреть даже на сцену. Не смотреть ни на меня, ни на кого-то другого. Закрой глаза и открой духовные глаза. И постарайся увидеть, что происходит сейчас. И ожидай вот этого момента, когда помазание конкретно коснется лично тебя. Коснись, коснись, коснись. О, мой Бог, Дух Святой, аллилуйя. Друзья, помазание здесь. Помазание здесь. Помазание здесь. Помазание здесь. О, слава Тебе, Дух Святой. Сейчас происходит исцеление. Только что буквально произошло исцеление. И это касается шейки матки. Прямо сейчас женщина получила исцеление. Также исцеляющая сила прямо сейчас двинулась в кишечнике. Еще один человек получает исцеление сейчас в кишечнике. Прямо сейчас полное исцеление. Дух Святой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, Дух Святой. Еще есть один человек, который получает исцеление в кишечнике. И я вижу прямо сейчас, как эти, как что-то черное на стенке. Прямо сейчас полное исцеление. У вас были невероятные боли. И прямо сейчас полное исцеление. Полное исцеление. Примите. Дух Святой. Аллилуйя. Он сейчас проходит через ваше тело. И ваш кишечник полностью исцелен и обновлен. Аллилуйя. 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 Сейчас происходит исцеление поджелудочной железы. Совершенное просто движение Духа Святого в вашей поджелудке. Прямо сейчас вы ощущаете этот огонь. Вот Дух Святой. Аллилуйя. 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 Опущение почки. Прямо сейчас есть человек, у которого полное исцеление. И там еще последствий много было. И сейчас полное исцеление. Друзья, я вижу, что сегодня Дух Святой движется. И это не только исцеляющая сила. Я вижу, как будто бы он обновляет все. Делает новым. Потому что я вижу картину, что в каждом исцелении сейчас он как будто делает все новым. Он делает, как новое творение. В Духе он также делает новое творение в теле сейчас. И слово знания, которое он дает, касается полного, совершенного исцеления и изменения на 100%. Это как новый орган. Исцеление движется дальше, друзья. И Бог показывает сейчас человека, у которого очень серьезные проблемы. И это из-за крови. У вас в крови причина. И полное исцеление сейчас происходит в вашей крови. И не просто исцеление, а это как новая кровь. Новая кровь. Прямо сейчас. И кто-то переживает это на физическом уровне. Как будто бы огонь сошел на все ваше тело. Аллилуйя. Аллилуйя. Эти вирусы полностью исчезают во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. В зале есть женщина, которая сейчас прямо получает исцеление. И это тоже касается крови. Ваш гемоглобин. Он прямо в этот момент останавливается. Аллилуйя. Аллилуйя. Еще движение Духа Святого сейчас в исцелении. И это касается мужчины. Уже я вижу этого мужчину пожилой возраст. Уже за 60 лет примерно. И седые волосы. Я вижу этого мужчину прямо сейчас. И у вас сахарный диабет прямо сейчас. Полностью Бог полностью исцеляет вас. Сахар пришел в норму. Все причины устранены. Исцеляющая сила касается вас. Обещайте Богу свидетельствовать. Аллилуйя. Утроценный Дух Святой. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Также у экрана телевизора есть человек, который сейчас, в эту секунду, просит Бога об исцелении. И прямо сейчас именно вы исцеляетесь от сахарного диабета. У экрана телевизора. Еще один человек исцеляется у экрана телевизора. И ваша проблема, она очень серьезная. Потому что у вас уже какие-то проблемы появились на теле из-за этого сахарного диабета. Прямо сейчас полное исцеление. Дух Святой, я благодарю Тебя. О, аллилуйя. Боже мой, спасибо Тебя. Прошу Тебя, Дух Святой. О, да, 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 да. Друзья, Дух Святой здесь, в этом зале. Он здесь. Его помазание здесь. Какое невероятное помазание. Это такое просто великолепное помазание. О, я не знаю, почему бывает такое, когда он так действует особенно. Делая новым, делая новым тело. И сейчас есть женщина, которая сильно страдает. И вы страдаете, у вас страх внутри. Много очень переживаний. И все это связано с тем, что у вас в груди, и в одной груди, и в другой груди, и у вас много этих кисты, какие-то затвердения, какие-то опухоли. И в этот момент, вот прямо сейчас, Дух Святой касается вашего сердца, полностью освобождая вас от всякого страха. И ваше тело, ваша грудь полностью исцелена сейчас. И я прошу прямо сейчас, буквально прямо сейчас, проверьте себя. Проверьте себя. Если вам нужно, идите в туалет, зайдите. Проверьте свою грудь, нажмите, проверьте все. Вы увидите сейчас, Дух Святой исцелил вас и убрал все кисты, убрал все опухоли. Полное исцеление произошло. И также сейчас исцеление в щитовидной железе. Прямо сейчас во имя Иисуса. Полное исцеление. Полное исцеление произошло. Дух Святой. Показывает мне. И Он обязует меня это говорить. Поэтому с полной совершенной верой, без сомнений, принимай полное исцеление, если это слово к тебе. Вот Дух Святой. Коснись, 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 коснись. Буквально через какое-то очень короткое время, друзья, Дух Святой начнет двигаться. Я просто сейчас вижу, как Он мне это показывает. Он начнет двигаться в исцелении от анкологии. Прямо сейчас это будет происходить. Буквально короткое время, сейчас 30 секунд может, и начнется движение. А сейчас мне Дух Святой показал человека, женщину, конкретно у которой исцеляется сердце. И также прямо сейчас у этой же женщины, у нее полностью исцеляется организм. Вот у вас постоянно было высокое давление. И Бог сейчас убрал эту проблему и эти причины. Давление в норме. Больше никогда не произносите этого слова. Никогда. Гипертония. Никогда не говорите слово гипертония. Никогда. Просто не говорите и не произносите это слово. И никогда не говорите кому-то, что у вас даже было это. Ну, я имею в виду, что вы этим болеете или еще что-то такое. Полное исцеление просто. И обещайте свидетельствовать. Еще есть молодая девушка, у которой серьезные проблемы с давлением. Прямо сейчас полное исцеление получили. Очищающая сила Духа Святого. Вот буквально сейчас он проходит через тело. И молодая девушка, которой где-то около 17-18 лет. И у вас так много проблем. И это все у вас в яичниках. Там какие-то кисты. Не одна киста. А прямо как будто бы целая проблема. И с одной и с другой стороны полностью сейчас идет очищение. Исчезновение всей этой проблемы. Исчезновение. Вот они были, их больше нет. И те боли, которые вы испытывали, а больше этого не будет. Полное исцеление. И это все подтвердят доктора. Полное исцеление. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Есть женщина, у которой сейчас исцеляется позвоночник. И это связано с одним событием, с вашими родами еще давно. И что-то произошло тогда. И сейчас полное исцеление. Именно в позвоночнике. Прямо сейчас огонь проходит. Тепло проходит по вашему телу. Аллилуйя. 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 И есть люди, у которых проблема с легкими. Прямо сейчас огонь. Вы как будто дышите и чувствуете, как огонь наполняет вас. Сейчас полное исцеление ваших легких. Так же это касается человека, у которого астма. И прямо сейчас вот эти бронхи, все полностью очищается. Дух астмы. Вон во имя Иисуса. Дух нечистый. Убирайся вон. У кого астма, прямо сейчас выдохните просто из себя. Выдохните один раз. Полное исцеление. Прямо сейчас. Дух астмы, прочь во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Дух святой. Наполни. 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 Все те, кто у экрана телевизора, и кто в зале, у кого проблемы конкретно, именно связанные с бронхами, с легкими были, просто в этот момент вы получаете свое полное исцеление. Всякого рода сомнения. Это как будто бы тот рычаг дьявола, который отделяет вас от вашего исцеления. Без сомнений. Принимайте полное исцеление. И вдохните в себя Духа Святого. Прямо вдохните в себя. Три раза сделайте это. Просто Дух Святой наполни меня. И вдохните в себя глубоко. Пусть сила Божья прямо сейчас обновит каждую клетку. Аллилуйя. И защита Великого Бога. Пусть будет на вашей жизни, на вашем теле. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И вот сейчас, друзья, пришел момент, когда разрушается проклятие родовое онкологии. Прямо сейчас. Во имя Иисуса, дьявол! Убирайся вон! Дух онкологии. Прочь во имя Иисуса. Дух рака. Я связываю тебя. Прочь во имя Иисуса. И повелеваю. Прочь! Я разрушаю проклятие онкологии. Прямо сейчас на этом месте. И именем Иисуса Христа, Сына Божьего. Разрушаю проклятие онкологии. И я приказываю тебе. Болезнь. Рак. Уйди! Оставь тело! Повелеваю тебе именем Иисуса. Повелеваю тебе именем Иисуса. Повелеваю тебе именем Иисуса. Прямо сейчас, друзья, это происходит, потому что дьявол уходит. Я вижу прямо сейчас полностью, как происходит это совершенное освобождение от этой болезни. Совершенное освобождение. Дьявол атаковал. Но в этот момент это собрание, этот день, эта молитва, она создана Богом. Это мероприятие, оно создано Богом. И ты в планах Бога, чтобы сегодня тебя полностью освободить от онкологии. Чтобы это проклятие было разрушено полностью на твоей жизни, на твоем роду. Никогда больше, никогда никто не заболел этой проблемой. Никогда! Я говорю, полное исцеление, полное исцеление, полное исцеление. О, Дух Святой. Касис! Пач! Вот такое присутствие Божье пришло сейчас. Аллилуйя! 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 О, мой Бог! Аллилуйя! И пошло это движение. Аллилуйя! Исцеляющая сила. Сейчас Дух Святой разрушает это проклятие родовое. И прямо сейчас на яичнике была эта проблема. Полное исцеление. Прямо сейчас это район, в районе матки, шейка матки. Прямо сейчас полное исцеление. Никакой онкологии во имя Иисуса. Полное исцеление. Аллилуйя! Аллилуйя! Все, что касается сейчас онкологии. Друзья, есть человек, у которого эта проблема в костях. Прямо сейчас. Именем Иисуса! Дух онкологии, оставите кости! Прочь! Во имя Иисуса! Человек, которому уже делали операцию. И удаляли эту проблему. Это касается костей. Рак костей. Прямо сейчас, в этот момент. Полностью Бог исцеляет тебя. Эта проблема после операции вернулась. Но сейчас, в этот момент, Бог исцеляет тебя. И ты смотришь сейчас этот эфир. А Бог решает твою проблему, твою судьбу. Халлилуйя! 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 И в этот момент, вот сейчас, идет движение Духа Святого в исцеления от онкологии. И это касается легких. И это касается легких. Полностью, в этот момент, полностью этот демон разрушен. Этот диагноз разрушен. Дьявол, он планировал, он планировал смерть, он планировал уничтожение, он планировал. Но сейчас, на этом собрании, мы все здесь, и все, кто экрана телевизора, для одной цели. Чтобы все планы дьявола, были разрушены, раз и навсегда, прямо сейчас, в этот день, сегодня, не завтра, сейчас. Дух Святой. Коснись, 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 коснись. Коснись, коснись. Вот это помазание сейчас, друзья. Невероятное помазание. Благодарю тебя, Дух Святой. Благодарю тебя, Дух Святой. Полное исцеление. Полное исцеление. Щитовидное железо. Полное исцеление. Сейчас в груди рак. Прямо сейчас полное исцеление. Прямо сейчас все метастазы, которые пошли по организму, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас. Кроме Иисуса, я разрушаю тебя, Дух рака. Полное исцеление приходит, друзья. Полное исцеление. Все исчезает. Метастазы исчезают. Потому что Дух Святой сейчас полностью разрушает планы сатаны, планы дьявола и устанавливает свой план в твоей жизни. Подними свои руки к нему прямо сейчас и скажи, твой план, великий Бог, в моей жизни. Божий план, полное исцеление. Божий план. Это долголетие. Божий план. Это прославить имя Иисуса. О, Божий план. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, Дух Святой. Там, где Дух Святой, друзья, никакой Дух устоять не может. Ни Дух онкологии, ни Дух какой-то другой болезни. Никто, никакой демон. Никакое родовое проклятие. Это уже тысячи собраний, и все они подтвердили это. В этот момент, когда я говорю, я разрушаю родовое проклятие, Дух Святой разрушает родовое проклятие, болезни. В этот момент происходит всегда чудо. Только сомнение человека может остановить Бога. Сомневающийся человек. Он как будто дает место дьяволу. Убери сомнение. Скажи, я отрекаюсь от сомнений. Я верую в Господа Иисуса Христа, Сына Божьего. Ранами Его я исцелен. И сейчас вот слева от меня там мужчина получает полное исцеление. Предстательной железы. Полное исцеление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И еще есть человек один в зале, тоже получает полное исцеление простаты. Прямо сейчас. О, Дух Святой, спасибо тебе. Полное исцеление. Аллилуйя, аллилуйя. Удивительно то, что продолжается сейчас это исцеление. И меня удивляет, что молодой человек, вообще еще молодой абсолютно, и очень серьезные проблемы с простатой. Прямо сейчас полное исцеление. Полное исцеление. Это не просто исцеление, это как будто пересотворение. В одно мгновение простата ваша, она из той, которая была, превращается в абсолютно новую, абсолютно здоровую, абсолютно правильно функционирующую. Полное исцеление. Может быть резкая боль или что-то такое, это нормально. Прямо сейчас Дух Святой там производит работу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, Дух Святой, спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Я чувствую, я должен продолжать молиться. И я разрушаю родовое проклятие рака. Я разрушаю родовое проклятие онкологии. Именем Иисуса Христа. Дух нечистый, который живет в семейном древе. Дух преждевременной смерти. Убирайся вон. Я разрушаю проклятие преждевременной смерти. Во имя Иисуса. Есть также здесь женщина, в семье которой происходили уже много раз несчастные случаи. Это конкретный демон родовой. Прямо сейчас я разрушаю это проклятие во имя Иисуса. Аллилуйя, 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 аллилуйя. О, Дух Святой. Помазание Божье. Дорогие, сейчас все молитесь, потому что в этот момент, вот сейчас, что-то происходит. И также у экрана телевизора что-то происходит. И происходит что-то особенное. Потому что после этого служения, ваша жизнь, не только в физическом смысле, но ваша жизнь, она будет носить другую атмосферу. Новая жизнь. Новая жизнь. Атмосфера подавленности, которая была все время над вами. Атмосфера уничижения, атмосфера одиночества. Атмосфера чувства, как будто бы вы живете не так, как бы хотели жить. вот это все, друзья, прямо сейчас. Люди, которые ощущают вот это и что-то подобное, вам нужно сейчас, все, пожалуйста, закройте глаза. И вам нужно сейчас вот так поднять руки к Богу и сказать, я принимаю твою атмосферу. Я принимаю твою атмосферу, атмосферу превосходства, атмосферу исполнения всякой мечты, атмосферу совершенной победы. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. И вы думали, что вы проживаете жизнь не так, как вы хотите, но прямо сейчас, в этот момент, все меняется. И после этой молитвы начнется реализация, реализация мечты, каждой мечты в вашей жизни, реализация этого счастья, реализация этого наслаждения. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, помазание Божие пусть двинется, помазание Божие пусть двинется. Халлилуйя, 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 халлилуйя. И даже те болезни, которые атаковали вас и удручали всю вашу жизнь, все ваше сердце, Все это во имя Иисуса Христа, в это мгновение, буквально Бог отменяет все это. И Он сейчас прямо начинает реализовать счастливую душу, счастливую жизнь, счастливое тело. Потому что ваше состояние, состояние вашего тела, оно влияет на всю вашу жизнь. Мечты начинают сбываться, отрекайся от всякого страха, прямо сейчас, в этот момент, вот эти страхи, особенно из-за болезни, страхи. Просто скажи, я отрекаюсь от страха, я наполняюсь верою, о Дух Святой, я наполняюсь верою. Аллилуйя, 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 у экрана телевизора, прямо сейчас, скажи это, громко скажи, я наполняюсь верою. Я говорю, страх прочь. Я заменяю сейчас, и я вместо страха наполняюсь верой. Дьявол рисовал картины, как будто нет будущего, все плохо. Сейчас прямо ты должен увидеть в Духе картину, как все, все, все будет хорошо. Ты должен посягнуть, поверить сейчас, друзья, поверить в великую судьбу, поверить в реализацию каждой мечты. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Невозможное, невозможное станет возможным. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Друзья, что-то происходит особенное. У меня чувство такое, что сейчас уходят эти болезни. Онкология уходит. Уходят сейчас все вот эти болезни, которые удручали. Страх, и все это уходит. Дьявол не может удержаться, потому что помазание Святого Духа на этом месте. Аллилуйя. Так, вот Дух Святой, двинься. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Эти демоны им не удержаться. Больше никаких демонов. Помазание Святого Духа на твоем разуме. Помазание Святого Духа прямо сейчас на твоем разуме с этого мгновения. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Кровь Иисуса, кровь Иисуса, кровь Иисуса, кровь Иисуса сейчас. Есть демоны, которые зацепились за ваши грехи Вот за что они держатся Они зацепились за ваши грехи Они зацепились и держат вас в этом чувстве И через это, как через канал Как через какой-то, можно сказать, такой сосуд Огромный Они буквально, буквально передают в ваше тело болезни Ваши обстоятельства передают неприятности Они контролируют вашу жизнь Но прямо сейчас, в этот момент Я говорю тебе, прямо сейчас Прими Божье прощение в это мгновение Прямо сейчас у экрана телевизора Кровью Иисуса Христа Будь прощен во имя Иисуса Друзья, послушайте, в этот момент В этот момент вы должны знать, смотрите Есть люди, которые через грех оказались в рабстве дьявола Вы должны понять такую вещь Осознать ее прямо сейчас Все телезрители, послушайте Подумайте так, как я сейчас скажу Кровь Иисуса Христа Жертва Иисуса Христа Намного больше всех ваших грехов И даже если бы вы это сделали еще тысячу раз Кровь Иисуса Христа больше этого И она пролилась не зря Когда Иисус умирал, Он видел этот грех И Он умывает тебя Очищает Мы победили дьявола Библия говорит, чем? Кровью Анса И словом свидетельства своего Поэтому прямо сейчас засвидетельствую, что я верю в кровь Иисуса Что сейчас она меня умывает от всех грехов Но мне нет вины Дьяволу нет места Дьяволу не за что держаться Поэтому я исцелен Поэтому я благословен Я помазан Аллилуйя О, помазание Святого Духа, друзья В этом зале Тач О, коснись, 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 коснись Коснись Все, Дух Святой Коснись 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 С этого момента Водительство Помазанием Божьим Будет на твоей жизни Следуй за Ним В каждом своем деле В каждом своем предприятии В каждом дне Следуй за Ним И Он будет вести тебя всегда к победе Он будет вести тебя всегда к славе Запомните Все, кто с Духом Святым дружат Внимание! Все! Все телезрители Значит, Дух Святой всегда ведет тебя в любом деле к тому Что в конце прославился Иисус Аллилуйя Это то, что начинает происходить на этом служении Именно сегодня, именно сейчас Именно в это мгновение, скажи, именно сейчас Именно сию секунду Дух Святой это делает О, Дух Святой, спасибо, спасибо, спасибо Ты ведешь всегда к той точке, где прославится имя Сына Божьего Иисуса О, Иисус, Ты сказал, что Дух Святой придет и прославит меня Ты в каждом деле, в каждой трудной ситуации И в каждом предприятии, в каждой проблеме, в каждой проблеме, везде ты так ведешь, чтобы в конце прославился Иисус Осознайте то, что я говорю, в конце прославился Иисус А где бы ты ни был, в какой бы канаве ты ни оказался, куда бы жизнь тебя не забросила, как бы демоны тебя не били Запомни сейчас с этого мгновения Дух Святой ведет тебя, чтобы в конце прославился Иисус Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Я говорю, Дух Святой, сегодня умоляю тебя, полное исцеление от онкологии, полное исцеление Я умоляю тебя, полное исцеление от онкологии, полное исцеление от смертельных заболеваний Еще есть мужчина уже, дедушка, который сейчас получает исцеление от сахарного диабета, прямо сейчас Полное исцеление, Боже, я молю тебя, полное исцеление от всех диагнозов, которые ведут к смерти Те, которые ведут к страшным страданиям, прямо сегодня на этом собрании, Дух Святой, я молю Тебя, полностью отмена всех этих приговоров, отмена во имя Иисуса, Твое прикосновение, полное исцеление, полное исцеление, полное совершенно исцеление, мы обещаем, что будем воздавать Тебе славу, мы обещаем, что будем делать еще больше, мы обещаем Тебе, Господи, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Аллилуйя, 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 Дайте, пожалуйста, мне, Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, О мой Дух Святой. О, мой драгоценный, мой друг, о, мой партнер, мой друг, драгоценный мой, о, 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 мой Господь, я молю Тебя, Дух Святой, я молю Тебя, Дух Святой, Я знаю, что ты хочешь, и то, что я сказал сейчас, Господи, пусть оно реализуется на жизни каждого человека, кто это слышал в этом зале у крана телевизора, кто это принял лично, и пусть это реализуется, Господи, прямо сейчас на моей сестре, Господь, на помазанце Тебя, Твоя рука, Господи, прямо сейчас пусть возьмет ее, и пусть Твоя рука никогда, никогда от нее не отойдет. Точка, где мы прислаем Тебя, каждый человек, кто нуждается сейчас, пообещайте ее, в этой точке, где совершенная победа, буду славить Иисуса. Иисус, 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 И И с этим прикосновением пусть обмазание пройдет. Та-ч-ч! Моя Бога, ты все, Господи, оборачиваешь, даже когда мы видим что-то, а ты как будто бы в прошлом совершаешь чудеса, и вдруг мы видим чудо. Та-ч-ч! Помазание, помазание. Господи, вот прямо сейчас, в этот момент, когда я коснусь твое помазание полного обновления силы, пусть будет пролито. Та-ч-ч! Коснись, 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 о мой Бог! Та-ч-ч! О мой Бог! Та-ч-ч! Господи, аллилуйя! 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 Еще немножко у нас, друзья, времени есть на молитву. Дух Святой хочет еще что-то совершить. И есть еще человек, у которого исцеляется простата прямо сейчас, в это мгновение. Вы боль почувствовали сейчас там, и это полное исцеление вот сейчас происходит. Также я прошу всех в этом зале и у экрана телевизора положить руку на больное место. Ваша рука – точка контакта. И в момент, когда я попрошу Духа Святого, чтобы Он коснулся вас, ваша рука будет точкой контакта. Через вашу руку сила Божья пройдет в ваше тело. Не имеет значения, какая у вас болезнь. Для Бога не тяжело исцелить то ли насморк, то ли рак четвертой стадии. Одинаково. Для Него это одинаково. Поэтому вы должны довериться Ему сейчас. Сейчас прошу вас, поверьте в одно. Все, все, все. Поверьте в одно. Вы должны сами это сделать. За вас не может это сделать Бог. За вас не могу сделать это я. Вы должны поверить, увидеть прямо себя, представить, что вы абсолютно здоровы. Абсолютно здоровы. Вот просто Бог вам дал богатырское здоровье. Абсолютно здоровое. Совершенно здоровое. Посмотрите на себя сейчас, как будто со стороны. Посмотрите на себя. Возможно, вы там немножко по-другому выглядите. Может, вы там худее. Может, наоборот. кто-то видит себя более здоровым, сильным. Не имеет значения. Посмотрите на себя. Бог исполняет вашу мечту. У вас должна быть мечта. У вас должна быть вера в вашу мечту. Поэтому прямо сейчас, Дух Святой, я молю тебя. Кас. Дис. Тач. Помазание проистекает сейчас. Помазание проистекает сейчас. Тысячи исцелений. Тысячи происходят сейчас. Тысячи исцелений. Не сомневайтесь. Недавно я видел свидетельство мужчины, который умирал от сирроза. У которого был уже огромный живот. Откачивали 12 литров жидкости. И уже дома ждал смерти. Но он положил руку, как вы сейчас. И был полностью исцелен. Не имеет значения, какая болезнь. Посмотри на себя сейчас. Со стороны. Посмотри на себя со стороны. Ты абсолютно здоров. Это чудо. Да. Это чудо дал тебе Бог. Прими его. Дух Святой. Коснись. 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 Дух Святой, я прошу тебя. Подойди к каждому человеку, кто сейчас всем сердцем верует тебе. подойди и положи свою руку поверх его руки. Вы можете чувствовать прямо как сейчас буквально тепло проходит именно в том месте, где у вас была болезнь. Тепло проходит по вашему телу. И сердце сейчас наполняется миром, верою. О, Боже, спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Дайте мне помолиться, пожалуйста, за этих людей. Быстро, быстро. Быстро, быстро. Прошу вас, оставайтесь в этом состоянии. Даже не убирайте руку. Это вас сейчас не касается то, что здесь происходит на сцене. Вы оставайтесь в вере. И сейчас я буквально чувствую, что вам сказать. Попросите сейчас Духа Святого. Скажите так, Дух Святой, дай мне внутри гипостасис. Гипостасис – это уверенность. Дай мне гипостасис. Это как документ. Документ обладания, как право собственности. Дай мне гипостасис. Дай мне этот документ внутри. Дай мне эту уверенность. Прямо вот так попросите. Скажите, Дух Святой, дай мне уверенность. дай мне ее. Когда Дух Святой дает уверенность, друзья, ее никто не может забрать у тебя. Никто не может забрать у тебя. Поэтому прямо сейчас попросите, чтобы эта уверенность наполнила вас и начала наполнять сильнее и сильнее. Уверенность в великом будущем. Уверенность в том, что вы абсолютно здоровы, что вот этот взгляд в будущее, взгляд со стороны на себя, что все это реализуется на сто процентов во всех деталях и мелочах. Рассмотрите себя. Рассмотрите каждую черту на своем лице. Рассмотрите. Все реализуется. Все абсолютно. Дух Святой на основании твоего видения и уверенности сейчас прямо будет совершать уже свою работу. Казис, 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 Тач, 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 Казис, Казис. Казис, 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 Казис. Поднимайте свои руки здесь на сцене Во имя Иисуса, во имя Иисуса От помазания пусть сегодня распадется всякое ярмо Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Исцеляющая сила и обмен веществ у кого-то прямо сейчас был восстановлен Полностью вот просто пришла та норма Пришло это благословение в ваше тело И в этот момент, прямо с этой секунды Запишите себе где-то Прямо запишите в блокноте число, время С этого момента вы увидите перемены в своем теле Вы увидите чудо Как ваш организм будет работать абсолютно по-другому Халилюя Энергия будет в вашем теле О мой Бог, халилюя Тачи, тачи, тачи Коснись, коснись, коснись Пусть это помазание, Господь, которое сегодня здесь Оно прибудет на них Оно прибудет на них Пусть оно ведет их И пусть оно будет щитом Никакой демон не коснется их Тачи, коснись, коснись, коснись Помазание, помазание С этого мгновения Тачи, коснись, тачи, коснись Помазание Поднимите их еще О мой Бог Тачи, коснись, коснись Еще дадим О мой Бог От помазания Сегодня Исцеляющая сила Исцеляющая сила Исцеляющая сила Господь мой, Бог мой Тачи О мой Господь Тачи, тачи О мой Бог Халилюя 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 Господь Пусть сегодня, Боже, все изменится Раз и навсегда Это помазание Это помазание, Боже О мой Бог Тачи О мой Господь Коснись, коснись, коснись Тачи О мой Бог Пачи Коснись, коснись Коснись Помазание Твоё, Боже Помазание Твоё Помазание Твоё Помазание Твоё, Боже В зале У экрана телевизора Продолжайте Говорить с Богом С Духом Святым Помазание Твоё Помазание Твоё, Боже Помазание Твоё Сила Твоё, Сила Твоё Пусть пройдёт через её тело Господь Пичи 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 Новый взгляд, новое видение И новое обстоятельство Боже мой, Господь Тухнет чистая стабильная И никогда не прикасайся к ней больше Это проклятие разрушено Прими прямо сейчас этот елей радости на свою жизнь Прямо сейчас Во имя Иисуса О, мой Бог Дайте сюда Господь Мой Бог Еще дайте Во имя Иисуса О, мой Господь Мой Бог И прошу тебя Пусть это помазание Божье сейчас Меняет жизни Пусть это помазание меняет жизни Божье Меняет жизни во имя Иисуса Во имя Иисуса в зале Поднимите руки, пожалуйста Давайте все-все встаньте Поднимите руки сейчас Пусть помазание Божье меняет ваши жизни Ты должен внутри капитулировать перед Богом Сказать просто Я не могу ничего изменить сейчас Но ты можешь все изменить И прямо сейчас примите это помазание на свою жизнь Я молюсь сейчас Прими помазание на балконе Примите помазание Казис 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 О, мой Бог О, друзья Сейчас это помазание На балконе Примите там помазание Прямо сейчас во имя Иисуса Казис О, мой Бог Казис 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 Помазание будет на ней Пусть проклятие будет разрушено Прямо сейчас Раз и навсегда Казис 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 Тач О, мой Бог Аллилуйя Тач Казис 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 О, мой Бог О, мой Бог Аллилуйя Тебе Казис 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 Сейчас Помазание будет на ней Бери от него Всякую 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 Проблему Пач Казис О, мой Бог Казис 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 Давайте сейчас Поднимем руки Прославим Бога Слава тебе, слава тебе по всей земле. Давайте сильно воззагадим ему славу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, слава тебе. Ты сегодня исцелил множество людей. Слава тебе, слава тебе по всей земле. Свой мы с полной верой в новую жизнь. В новую жизнь. Слава тебе, слава тебе, слава тебе. Слава тебе, слава тебе по всей земле. И скажи, слава тебе, великий Бог. Слава тебе, слава тебе по всей земле. А теперь осознай, что ты принимаешь каждое слово, и оно на тебя рисуется. И закричи, игра Бога. Абсолютное здоровье. Закричи, аминь. Аминь. Новая жизнь. Новая жизнь. Новое время. Новое время. Дьяволу нет места. Аминь. Помазание на тебе. Аминь. На твоем разуме. Аминь. Оно как щит. Аминь. Ты новый человек. Новый человек. Все будет по-новому. Новый. Халлилуйя. 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 Каждый раз, через время, мы слушаем на этой сцене, что в это мгновение он ходил по залу и исцелял больных от рака, от разных других заболеваний. И сделать это мог только он. Знаете что? Наш Бог живой. Мы счастливая церковь. Друзья, зрители, зрители, почему? Потому что на наших собраниях, по его великой милости, Дух Святой присутствует. Он здесь. И когда я вышел на сцену, он стоял слева. Я переживал сильно. Я вам рассказываю просто правду. Он мне сказал, успокойся. Все будет сделано. Все будет совершено. Я верю просто, что это служение, друзья, это служение, оно изменит твою жизнь. Я верю в это. Искренне верю всем сердцем. Дорогие телезрители, сегодня твоя жизнь, она должна измениться коренным образом. И молитва, это только начало. Будет еще послано слово в твою жизнь. Аминь. Давайте дадим ему еще славу и хвалу. Аллилуйя. Я думаю, нам стоит еще сильнее закричать для него, для нашего великого Бога. В этом невероятном Божьем присутствии, в этой невероятной силе Божьей, началась новая жизнь у каждого из нас. Аминь. Началась новая жизнь у вас, дорогие телезрители. Мы приветствуем вас. И, дорогие, вы можете присаживаться, занимайте места. Я знаю, что зал сегодня переполнен. Но вы найдите себе местечко и будьте с нами. Нас сегодня ждет еще великое благословение от Господа. Ждет слово, которое Бог дал апостолу. Которое будет строить, назидать, освобождать, изменять наши жизни, наши судьбы. И это благословенное, особенное время, которое Бог подарил нам. Сегодня особенный день для каждого из нас. День великих перемен в нашей жизни. Скажи аминь. 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 И ты знаешь, дорогой друг, что такое великое благословение мы имеем у нас в церкви. Быть не просто зрителями великих чудес Божьих. Быть не просто теми, кто знает, что Бог творит чудеса. Но быть соработниками Божьими в Его чудесах, в Его ответах, в тех моментах, когда Бог прикасается к жизни других людей. Мы знаем с вами, что сегодня многие люди страдают и мучаются от болезней, от разных проклятий, от разных несчастий, которые дьявол посылает в их жизнь. Мы знаем, что дьявол, он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Но Бог пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. И дьявол сегодня садит в инвалидное кресло. Он сегодня ложит на одро болезни людей, которые могли бы жить, наслаждаться жизнью и радоваться. И значит, друзья, что Бог дал нам эту великую привилегию, быть Его соработниками и творить вместе те дела, через которые Бог являет свою силу и свою славу. Здесь тысячи людей, у экранов сегодня миллионы людей. Мы являемся партнерами Божьими. Мы являемся партнерами великих Божьих дел, великой Божьей славы. Мы являемся партнерами тех чудес, которые невозможно совершить человеческими усилиями. Друзья, когда мы сеем свои финансы в дело Божье, в проекты Божьи, в проекты Церкви, то Бог через это творит вещи, которые невозможно даже понять нашим разумом и вместить в наше сердце. Друзья, что Бог может все сделать, и когда мы являемся Его соработниками, друзья, мы разделим награду Божью на небесах, которые будем иметь от Него. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас посмотрели один сюжет о девочке, которую зовут Маша. Хотя ее жизнь, она была полностью предначертана к тому, чтобы быть несчастной. Дьявол сделал все со своей стороны, чтобы она никогда не ходила, не имела радости в жизни. Она не могла делать даже такие простые вещи, как сама пойти обслужить себя в чем-то, пойти своими ногами или побежать куда-то, или сделать что-то, что она бы хотела сделать. Она была прикована к инвалидному креслу. Друзья, на ней стоял крест, который дьявол поставил. Но мы с вами вместе, мы совершили великую работу. И сейчас ты увидишь, что Бог сделал в ее жизни через нашу работу. Сейчас ты увидишь, что Бог совершил для нее. И ты услышишь, что она говорит лично в твою жизнь. Давайте мы посмотрим, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Благодаря целевой финансовой помощи, которую на протяжении 15 лет оказывает благотворительный фонд возрождения Владимира Мунтяна, Днепровскому дому-интернату для детей с ограниченными возможностями, десятки детей, страдавших различными патологиями опорно-двигательного аппарата, сегодня могут ходить. 16-летняя Маша Горбатко, воспитанница этого интерната, знает, диагноз ДЦП – не приговор. Практически с самого рождения эта жизнерадостная девочка была вынуждена передвигаться только с помощью инвалидной коляски и мечтать о том, что когда-нибудь сможет ходить. Я хочу ходить. Я знаю, что это больно будет, что надо будет стараться, заниматься. И все так легко будет, но я буду стараться. Все расходы по проведению сложнейшей операции и комплекса послеоперационной реабилитации, чтобы девочка смогла ходить, полностью взял на себя фонд Владимира Мунтяна. Сегодня Маша очень счастлива. Она встала на ножки и ходит. При помощи ходунков и это только начало. По прогнозам специалистов, в ближайшее время Маша будет ходить самостоятельно, без посторонней помощи. Хочу сказать огромное благодарность от себя. После того, как мы сделали операцию, я стала ходить. Это очень классно, это непередаваемое чувство, когда ты можешь ходить. Ты можешь везде сама пойти, что тебе надо, ты сама сделаешь. Но это очень круто. И я рада, что я могу сейчас ходить сама, так как раньше я сидела на коляшке. Дорогие партнеры, благодаря вашей поддержке мы имеем возможность оперировать деток с особенными потребностями и давать им шанс на полноценную жизнь, учиться работать, создавать семью и, в конце концов, быть счастливыми. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо вам за ваше доброе сердце, за то, что вы помогаете. Делайте и делайте еще больше. Мы вам очень благодарны за вашу помощь. Давайте Богу дадим хорошие аплодисменты. Вы знаете, в самом деле, когда мы говорим о других мирах, и знаете, есть другие миры. И мы в одном мире живем, а есть другие миры. И я, как ваш пастор, дорогие телезрители, послушайте, я сталкиваюсь с этими мирами. Я постоянно там стараюсь все увидеть, пережить, почувствовать. Потому что невозможно, невозможно по-настоящему помогать кому-то, если ты не переживаешь в своем сердце то, что переживают эти люди. И так вокруг много страданий, что вы себе не представляете. Вот сейчас, к примеру, да, ну, как и всегда, мы лечим от онкологии людей. И они так страдают, если бы вы знали. И вот просто для... Знаете, хотите интересные вещи вам расскажу, с которыми вы не сталкиваетесь, может, да? Вот представьте, женщина идет обследоваться. Ну, приходит к доктору. Это вот реально, да, недавно было. Ей, получается, обследовали ее, посмотрели все. Доктора там все сделали, что нужно. Женщина вышла. Ну, они говорят ее дочке. Говорят, ну, у вашей мамы, говорит, там рак и костей, и легких, и грудей. И всего, ну, там метастазы везде. Това такая стоит, ну, рассказывает мне, говорит, я стою, и я в шоке просто. Говорю, так я не пойму, он стоит плачет. Говорит, сколько я осталась? Говорит, ну, максимум, говорит, три месяца. И вот это наша сестра там одна, да? Я говорю, быстро говорю, ее сюда, ко мне. Я ее беру и веду, сам лично веду к докторам. Чтобы вы знаете, я разбираюсь уже сейчас очень хорошо в докторах. Я разбираюсь, кто, как делает операцию, кто лучший хирург, по какой части и так далее. Я знаю, где диагностику надо делать и так далее, а где нельзя делать ни в коем случае. И вот представьте, я себе привожу туда, а там говорят, да у нее вообще там мелочь. Говорит, мелочь, мы это все уберем. Мы сидим в кабинете, это самый главный главврач, который вообще главный в Украине по онкологии. И он говорит, все решим, все уберем, все сделаем, есть план, вот, все сделаем, все хорошо. А я сам, ну, помню, говорю с ней, я говорю, вот представь, сколько людей сегодня, которые идут к такому доктору, он им говорит, что вы умрете. Человек это принимает в свое сердце и вместе с этим принимает смерть. И он в самом деле не живет больше трех месяцев. Вы слышите или нет? Сколько таких людей? Как говорит мой помощник Саша, Саша, ты где? Иди сюда. Как он мне говорит, он в таком гневе был, говорит, я, говорит, хочу поехать в этот город, не буду, говорит, там, говорит, зайти к этому доктору, говорит, и просто, говорит, дать ему по морде. Какое, говорит, он имеет право, говорит, людям жизнь калечить, жизни забирать. Потому что есть такие доктора, которые наполнены бесами. И они наполнены бесами, чтобы отнимать жизни. А мы наполнены Духом Святым. Аминь. Аминь. Дай Богу славу за это. И я всегда всем говорю, в какую бы ты проблему ни попал, знай, все будет хорошо. Бог, Он поможет тебе, когда ты с Духом Святым начинаешь общаться, когда ты просто тот человек, который принимает слово. Знай, Дух Святой выведет тебя из темницы. Он сказал это в 61 главе Исаии, что темницы будут открыты. Аллилуйя. И как здорово смотреть, что вот даже вот эта девочка. Знаете, вообще уже больше 200 детей прооперировано, чтобы вы знали. За все годы, что мы делаем. И представьте, она бы никогда не ходила. Никогда. А теперь она будет ходить. И она говорит, так классно ходить. Скажите, как вы думаете, классно ходить человеку, который бы никогда особенно до этого не ходил и никогда бы не пошел бы. Друзья, дорогие зрители, послушайте. Я говорю всем сейчас, особенно обращаясь к партнерам. Знайте одну вещь. Мы через это проповедуем имя Иисуса Христа. Аминь. Когда мы помогаем людям, которые попали в очень трудное положение, я об этом практически не говорю никогда. Но вообще, чтобы вы знали, все равно вы узнаете, что мы работаем, много помогаем. Потому что это будут показывать по телевизору, по Интеру, Интер снимал и так далее. И мы помогаем людям, которые в очень тяжелом положении в зоне АТО. И недавно, буквально там, когда? Четыре дня назад. Я говорю, Саша, он занимается там. Полный автобус там продуктов загрузил и поехал туда. Поехал. И они там так славили. Они Бога благодарят. Друзья, вы представляете себе? Бога благодарят. Расскажи чуть-чуть. Мы, получается, здесь загрузили полностью продуктами. Вот в автобусе еле двери закрыли. Там есть многодетная семья. И там шесть девочек. И вот буквально неделю назад родилась девочка в семье. И они там все живут. Мама, папа и вот это многодетная семья. И мы туда приехали к ним. Они живут буквально два километра, идут бои. Там пули свистят, снаряды взрываются. А расскажи, как ты текал? Остановились. И я слышу такие свисты. Вот так просто свистит, как будто снаряд летит. И я сразу начинаю. Куда бежать? Ложиться на дороге. И тут, знаете, свист и такие искры по асфальту. Я не знаю, то ли то осколки. Я не разбираюсь, что там стреляют. Разберешься со временем. И я, недолго думая, вот так нагинаюсь и бегу в дом куда-то. Ну, чтобы спрятаться где-то от этого обстрела. А как же наши продукты? Ты защищал их или нет? Нет, я их на время оставил. Ты должен встать вот так, автобус наш защищать. И мы посетили семью, ну, вот эту многодетную. Эти девочки повыбегали. Они начали прыгать. Подними меня, подними меня. Я их там начинаю поднимать. Мы начали им раздавать продукты питания, конфеты там. Подарили им костюмы спортивные, кроссовки. Ну, одели там их. Очень много там всяких... Ну, я не буду все перечислять. Ну, эти дети, они такие счастливые. Они так благодарили. Спрашивали, от кого это подарки вот эти вот. А мы говорим, это от фонда Владимира Мунтиана. Они, он, спасибо, Владимира Мунтиана. Ну, дети просто. А подними, а как тебя зовут? Я им там знакомлюсь с ними, поднимаю, играюсь. Ну, вот интересно такое. Знаете, там пули свистят, а эти дети, они уже привыкшие к этим снарядам. Они даже, это я там сжихаюсь, они там нормально. Ну, то есть для них это в порядке вещей, как будто это дождь пошел или гром-гром, ну, гром загремел. То есть дети не боятся. Ну, ты вот расскажи, как люди Бога благодарили. Ну, в общем, люди благодарны. Ну, я буду называть селу. Долго не рассказывай. Да. Раздаем. И когда начали там конфеты достали, раздавать конфеты, они как увидели конфеты, говорят, А от кого это подарки? Я говорю, от Владимира Монтяна приехал. О, спасибо Богу за Владимира Монтяна. Вот так прям руки поднимают. И благодаря, даже хлопать начали, потому что... А я спрашиваю, вам что, конфет на Новый год даже не привозил никто? Говорят, вы мы вообще их не видели, этих конфет, давным-давно. То есть люди там, они... Я увидел, как Бог любит этих людей. Он, знаешь, почувствовал такую благодарность, что мы приехали к этим людям. И, ну, посетили, и дали им покушать, дали им, ну, сладости. Ну, они очень благодарили. Ну, нас, и даже, ну, так вот, все, все как подряд вот так начали говорить. Спасибо, спасибо, что вы к нам приехали. Все, спасибо, иди. Пусть все Бог благословит. И на самом деле там очень много работы делается. И там люди так страдают, вы себе не представляете просто. Некоторые вот оказались в таком положении, что просто они зависли, знаете, вот, между жизнью и смертью. И мало того, что там стрельба там идет, там ужас, а то, что у них реально вообще нечего есть. Представляете себе? Реально. Вот они живут, и даже мы задаемся вопросом, как они живут. Непонятно. Непонятно. Но, слава Богу за партнеров. Слава Богу за то, что мы проповедуем Евангелие и там. И там ведется хорошая работа. И я вам хочу сказать, что мы увидим множество спасенных людей через нашу благотворительность. Потому что Иисус сказал, пусть люди ведут ваши добрые дела и прославляют кого? Отца нашего небесного. И вот я вам скажу, что люди, когда слышат слова, они говорят, словам мы не доверяем. Но мы доверяем чему? Делам. А наши дела говорят громче всех слов. Если мы говорим, то, послушайте, мы подтверждаем это делами. Дайте хорошие аплодисменты Богу. Ну, я вам хочу сказать, что девочки, представьте, теперь будут ходить. А кто это сделал? Это сделали партнеры. А я вам скажу такую вещь. Вы вот послушайте все, дорогие телезрители, вот послушайте. Получается так, что когда ты даешь финансы, ты должен знать, твои финансы, они, к примеру, на них там сделана операция, или кто-то вылечен от онкологии, или какая-то еще ситуация. Да, ну, самые критические ситуации мы берем. Ты не знаешь даже имя этого человека, правда? Ты не знаешь вообще, ну, на самом деле, кто он. Ты там никогда не был. Возможно, вот нас смотрят по телевидению партнеры, которые там с Америки, с Канады, с Австралии. У нас партнеры с разных стран вообще. Ну, удивительно, знаете что? И тот, кто получил помощь, он тоже не знает твоего имени. Но я вам скажу, что твое имя знает Бог. И моя, вот знаете, такая ясная мысль вот в моей голове, что мне даже не нужно спасибо от этих людей. Мне даже не нужно, чтобы эта девочка, она благодарила меня. Вот если я партнер, да, там, меня там благодарят. Нет, мне это не нужно. Потому что я счастлив и считаю за привилегию, что я мог что-то сделать. Это раз. А во-вторых, моя награда, она не в благодарности людей. Она в том, что Бог сам лично воздаст мне. Аминь. И когда, знаете, вот эта девочка, вот, и все инвалиды вот эти, все друзья, которым мы помогаем. Так удивительно, вы просто, знаете, у нас же проект сейчас на телевидении, который называется «Довы-выжный таланты краины». Кто-то смотрел? Смотрели уже, да? Он только начался, этот проект. И мы там общаемся именно с детьми, которые, будучи инвалидами, достигли больших высот. Вот, ну, там, чемпионы по плаванию, там, кто-то поет, кто-то рисует. Ну, там разные, да, там, но они реальные таланты. И когда с ними общаешься, друзья, вот вы не поверите. Вот на вид, посмотришь на него, да, и он еле разговаривает, бывает, да, вот как эта девочка, да, там, тяжело говорит. На вид, вот, кажется, что как будто бы, ну, знаете, вот, как будто бы она чего-то не понимает. Но когда пообщаешься с ними, вы не поверите, друзья. Они умнее многих-многих людей, у которых никаких болезней нет. У них настолько, вот, знаете, вот они умные. И я, ну, мы общались, вот, там, когда смотрели одно интервью, второе, там, общались, там, с некоторыми. И потом, после этого общались между собой. И я говорю, я не могу даже понять, как, будучи человеком, который, вот, вырос в детском доме, да, к примеру, как можно так рассуждать, так жизнь понимать, так все видеть, так отвечать на вопросы, что я лично, я учился от того, что они говорят. Потому что они говорят какие-то, будучи молодыми, абсолютно, да, там, подростки, но они говорят такие жизненные вещи, что я, мне 46 лет, но я учился у них. И я думаю, как обманчиво все. А люди думают, что они что-то не понимают. Друзья, они все понимают. И даже понимают тот момент, что вокруг них целый мир здоровых людей, которые на них плевали, и о них забыли. И они это понимают. И знаете что? И они ценят сегодня каждого партнера, они ценят сегодня каждого человека, нашу церковь. Потому что то, сколько делаем мы, сегодня не делает никто. Что бы вы знали. Поэтому мне хочется сказать каждому из вас, дорогие друзья, дорогие партнеры, вы должны жить верой. Вы должны двигаться верой. Вы должны знать всегда. Я вот буквально вчера, выходит, да, там, не вот эту ночь, а ту ночь, общался, и вышло так, что общались мы с утра. Вот это, как я прилетел, потом была ночная молитва. Потом, в общем, смысл в том, что до 12 дня. Вся ночь пролетела еще. До 12 дня они могли остановиться. И мы вот общались, и мы говорили о том, что когда ты даешь партнерские, когда ты вот в них двигаешься, вот это такой момент, я говорю всегда, который ты должен записывать. Когда ты жертву приносишь, записывай это. Почему? Потому что для тебя это важно должно быть. Для тебя не должно это стать традицией. Для тебя не должно это стать какой-то, знаешь, ну, я просто так решил, вот и даю. Нет, пусть для тебя это будет важным, с полным осознанием, что ты делаешь. Я говорю, и это даст тебе всегда веру. Ты почувствуешь, когда ты должен, может, поднять планку. Это надо почувствовать, друзья. Это нельзя просто по плоти делать, но надо ощутить, потому что, бывает, приходит время, и Бог хочет поменять что-то, поднять планку, да, чтобы ты рос в вере. Он хочет благословить тебя, но Он сначала всегда говорит, сделай ты вот это, и я благословлю тебя. И когда человек пропускает этот момент, то те же партнерские, они как будто становятся мертвым делом. То есть он уже это дает, и оно ему в обузу, оно его напрягает. Он начинает вообще, знаете, где-то вот ощущать не радость от этого, а наоборот. И вот, чтобы этого не пропустить, всегда слушайте Духа Святого. И вы всегда знаете, и помните, фиксируйте все, верьте, и знайте, воздаяние нам придет от Бога. Вот у многих, кому мы помогаем, у них нет родителей. У многих есть, но они даже не знают, где они. А у нас есть дети, у нас есть у многих внуки. И я говорю, Господи, вот по милости своей, пусть воздаяние Твое, оно идет по семейному древу. Потому что как есть проклятие родовое, так есть и благословение родовое. И мы с вами, благословение родовое, мы просто вот приобретаем его своими жертвами. Аминь. И наши дети, и наши внуки, и наши правнуки, и знаете что? И праправнуки, вот представьте себе, они будут благословенны. Почему? Потому что это семейное древо, в нем небесы живут, а в нем Дух Святой живет в этом семейном древе. Там не какие-то там бесюки лазят, а там ангелы божьи с мечами, щитами стоят на страже этого семейного древа. Скажи, мое семейное древо, благословенно. Дорогие у экрана, скажи, мое семейное древо, благословенно. Вот это то, что нам нужно, увидеть это. Аллилуйя. Давайте Богу дадим славу. И если вы еще не партнер, находитесь в этом зале или у крана телевизора, я хочу вам сказать, хотите изменений в своей жизни, хотите вообще, чтобы судьба была другой, становитесь партнером. Потому что вы, будучи партнером, уже не просто человек, который живет и растет как трава. Вы человек, который участвует в жизни и, можно сказать, в судьбе других людей. А если вы так делаете, то Бог поучаствует в вашей судьбе и в судьбе вашего рода. Если вы не партнер, я просто вам не то, что... Вот говорю в вашу жизнь, становись партнером, становись участником этого великого Божьего дела. Запомните, то, что мы делаем, это дело от Бога. Дела Божьи, они всегда поднимают людей. Поэтому сегодня, может, твой день стать партнером. А у кого-то день поднять свою планку. И возьми и сделай это. Давайте вот несколько минут, вот одну минуту, две, помолимся. Пусть Дух Святой вам что-то скажет. Я прошу тебя, Дух Святой, коснись. Каждого в этом зале, у экрана телевизора. То, что я говорю, Дух Святой. Это одно. Но я прошу тебя, чтобы ты проговорил. Я прошу тебя, чтобы ты показал. Потому что у каждого, у каждого какая-то своя индивидуальная жизнь. И я молю тебя, Господь, только ты, Дух Святой, знаешь эту жизнь. И поэтому я прошу тебя, ты проговори. Я точно знаю, что есть люди, Господь, которых ты видишь, что сейчас, именно сегодня, именно в этот день, они должны поднять свою планку. Я знаю, Боже, что есть люди, которые не партнеры, но которых ты призываешь быть партнером. Я знаю, Дух Святой, что ты видишь каждого человека. И даже миллионы людей у экрана телевизора, ты знаешь каждого. И, возможно, у кого-то ты видишь сомнения, недоверие, еще что-то. Дух Святой, я прошу тебя, ты сам покажи каждому человеку. Покажи, Дух Святой, покажи, я прошу тебя, что то, что мы делаем, мы делаем перед твоим лицом, мы делаем во славу твою, мы делаем это, как чистые святые люди. Мы делаем это для тебя, чтобы все эти люди, которые получают спасение через партнеров, они возлюбили тебя, Господи. Поэтому, Дух Святой, молю тебя, дорогие друзья, прошу вас, спросите у Духа Святого. Все, кто в зале и у экрана телевизора, спроси у Духа Святого, задай ему вопросы сейчас. Спроси, что он хочет. Будь, как Давид, который исполнил все хотения Божьи, чтобы исполнять хотения Божьи, надо знать хотения Божьи. Спроси, Духа Святого. Может, сегодня Дух Святой что-то хочет от тебя? Спроси, Дух Святой, прошу тебя, ты ответь, ты дай мысль, ты дай побуждение, ты, Господь, дай мир твой. Ты сейчас коснись, коснись, коснись. Спасибо тебе, я благодарю тебя. Эмэн, 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 эмэн. Пожалуйста. 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 ПЕСНЯ Когда упал и силы не подняться, Когда кругом проблемы на пути. Тогда молюсь я в ожиданье чуда, Приходишь ты, чтоб воскреси мечты. Я без тебя не смог зайти на горы, Я без тебя идти бы в шторм не смог. Но я иду и веру я имею, Что рядом ты, мой драгоценный Бог. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я без тебя не смог зайти на горы, Я без тебя идти бы в шторм не смог. Но я иду и веру я имею, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я без тебя не смог зайти на горы Я без тебя идти бы в что не смог Но я иду и веру я имею Что рядом ты, мой драгоценный Бог Я без тебя не смог зайти на горы Я без тебя идти бы в что не смог Но я иду и веру я имею Что рядом ты, мой драгоценный Бог Что рядом ты, мой драгоценный Бог Что рядом ты, мой драгоценный Бог Я без тебя не смог Его дал Бог И это не проповедь Это, наверное, послание Для тех людей, которые хотят увидеть По-настоящему изменения в своей жизни В самом деле это слово Если вы его услышите Оно может все абсолютно изменить Оно касается всех сфер жизни Вы готовы к этому? Вы знаете, есть такие вещи в нашей жизни Вот мы, как верующие люди Родители, зрители Все наши дочерние церкви Интернет, домашние группы Все, все, все послушайте Партнеры, все послушайте Есть такие вещи, мы называем это обеты Обещания Богу И существуют разные обеты Которые мы даем себе и Богу И мы видим это в Библии В Библии, к примеру, был такой человек Яков Яков, он шел в путешествие И наша жизнь как путешествие И он говорит Богу такие слова Говорит, Бог Говорит, если ты благословишь меня То я даю тебе такой обет Что из всего, что ты мне дашь Материально Я, говорит, дам тебе десятую часть Прошло много лет Он возвращался и на Говорит, на этом месте Говорит, я это сделал И он возвращался и на этом же месте Он возлил елей Он воздал Богу свой обет И он там построил жертвенник И, в общем, место это Вифиль называется И вот есть такие обеты Вот, знаете, материальные, да, обеты Когда я помню, я молился за Викторию За ее покаяние Потому что я Вы знаете, что я на Виктории женился в 17 лет Ей было 17 И мне было 17 Мы родились в одном роддоме У нас 16 дней разница И получилось так, что я в роддоме Пролежал 3 месяца Потому что я там болел И, в общем, там операции разные Мне делали Поэтому, когда она родилась Мы встретились взглядами Я думаю Знаете, мне делали операцию один раз Там, что-то там через голову Переливали Там, в общем Я надеюсь, не мозги А потом А вторую, когда сделали Сказали, что все Если вот вторую мы делаем И не поможет Уже он Ну, как бы умрет Я думаю, я выжил Потому что я видел Виточку Поэтому мы через 17 лет Встретились с ней И у нас все было прекрасно И потом Стало все плохо Потому что я уехал в командировку И Пока я был в командировке Она была долгая Несколько лет Получается В это время Мы развелись И когда я был верующий Я молился за Виточку За ее покаяние И я помню, как я дал Богу обет Я сказал Вот когда она покается Я обещаю тебе Что я повешу 100 плакатов Больших Евангелизационных На улице рабочей И вы знаете Когда она покаялась Мы с ней вместе Ночью ходили и вешали их Вот Это было здорово И вот Вы должны знать Что существуют Разные обещания Которые мы даем Богу И Есть обеты Материальные Есть обеты финансовые Есть обеты того Что ты сделаешь И вот Существуют Сегодня Что-то хочу важное сказать Слушайте внимательно Существуют обеты Которые Намного сильнее Чем Финансовые обеты Или обеты того Что ты сделаешь Это обеты Того Каким Ты будешь Это обеты Которые касаются Того Кем Ты будешь Внутри Вы знаете Я скажу вам одно Вот я На самом деле Большое свидетельство Потому что Есть много людей У которых Ну знаете Какая-то Великая жизнь Там Пастера У которых Тысячи церквей Когда я Слушаю К примеру Истории этих Пастеров Я вижу Каких Бог Вот просто вел Ну знаете Благословлял Они Там Образованные люди Они В самом деле Шли к этому Но моя жизнь Она отличалась Я был Простым парнем Знаете Простым У меня не было Ничего Как пастор Я был Обычным Пастором Таким же Как все И при том Все У кого Ничего Не получалось Но Что-то Произошло В один День И Вся Моя Жизнь Она Ну вот Знаете Как изменилась В одном Мгновении И Она стала Абсолютно Другой Она стала Жизнью Как Взрыв И Что Привело К этому Что Привело К тому Что Сегодня Я не могу Сказать Что я Обычный Парень Обычный Парень Я внутри Но На самом Деле Вот Если посмотреть На мне Огромная Ответственность Которая На обычных Парнях Не лежит Потому что Эту Огромную Ответственность Ее Невозможно Практически Вынести Это Раз Во-вторых Ты везде Должен Все Понимать И Этому Нужно Учиться И Знаете Где Я учился Всему У нас Спутники Почти Всю Землю Покрывают У нас Телеканалы У нас То У нас Другое Знаете Где Я этому Учился Хотите Узнать Нигде А кто-то Кто учился Он этого Не имеет Но что же Произошло Сегодня Мы Люди Которые Помогаем Друзья Каждый Месяц Миллионы 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 Мы выделяем На помощь Людям И Я возвращаюсь Назад Когда я Смотрю Кем я Был У меня Не было Еды У меня Не было Чем Ребенка Покормить Что Произошло Сегодня Я хочу Вам Что-то Показать Что В самом Деле По Настоящему Сто Процентов Меняет Жизнь Человека С чего Все Началось Это Началось В Днепре В 2004 Году Бог Посетил Меня Когда я Был В Молитве Я Просил Бога Чтобы Он Посетил Меня И Бог Пришел Ко Мне Реально Пришел И Он Мне Тогда Сказал Мир Лежит Во Зле С С С Мгновения Все Изменилось И Удивительно То Что Наша Церковь Она же Не Рассла До Этого Но После Этого Она Начала Расти И Она Начала Расти Не Сотнями А Тысячами Друзья И Вот Теперь Послушайте Мою Мысль Внимательно Многие Люди И Даже Я Мог Бы Так Подумать Что Причиной Изменения Всей Моей Жизни Взрыва Роста Церкви И Друзья Не только Церковь Начала Расти Все Поменялось В моей Жизни В финансовой Сфере Все Поменялось В других Сфер Везде Все Поменялось Но Причиной Причиной Было Откровение И Многие Так думают А теперь Внимательно Послушайте На самом Деле Я Исследовал Шаг За Шагом Откровение Не было Причиной Причиной Не Являлась Откровение Откровение У меня У меня У меня Был Как Исаак У меня Ничего В жизни Не было Кроме Этого Этой Мушины Что Что Жертва Жертва Ничего Шанс Я помню 50 человек И она И она Не то Что С претензиями У нее Такой Искренний Вопрос Был И это Был Вопрос Которым Она Как будто Меня Ножом В сердце Ударила Потому Что Я Когда Это Услышал Меня Передергнуло Я В ужасе Был Знаете Потому Что Я Так Страдал От Того Что Не Растет Церковь И я Пошел Тогда Молиться И помню Как Я Богу Сказал Такое Знаете Вот Одну Вещь Которая Была Очень Оказывается Важной И Слушайте Что Я Тогда Сказал Богу Я Сказал Бог Когда Ты Мне Дашь Тысячу Человек В церкви А Тысяча Ну Знаете Уже Был Такой Ух Слушайте Внимательно Когда Ты Мне Дашь Тысячу Человек В церкви Я Буду Таким Ж Смиренным Как И Сейчас Когда У Меня Пятьдесят Человек Именно Этот Обет И Стал Причиной Того Что Бог Дал Мне Принести В Жертву Мой Автомобиль И Ввел Меня Духом Святым В Молитву В Какую Молитву В Которой Он Уже Сам Меня Ожидал Чтобы Наделить Меня Силой И Откровением Именно Этот Обет Был Причиной И Вы Знаете Друзья С Того Момента Я Выходил На Сцену И Говорил Такие Слова Просто Говорил Разрушаю Родовое Проклятие И Оно Разрушалось На Людях Массово Но Это Сделал Бог Почему Причина Если Мы Смотрим На следствие Как на Причину Мы Остаемся В заблуждении И Наша Жизнь Не Меняется Кто-то Аминь На это Скажет Но Когда Мы Находим Настоящую Причину Тогда Мы Можем Изменить Нашу Жизнь Притом Радикально И Вот Послушайте Да Наша Церковь Она Стала Расти Мощно Расти Сегодня Вот Спустя Столько Лет Вот Это Обед Я дал В 2002 Году А Сейчас 2018 Год Сколько Лет Прошло Скажите 16 Лет Наши Движения По всему Миру Нашей Церкви По всему Миру На наш Колледж Приезжают Люди Со 130 Стран И Подумайте Только Десятки Тысяч Исцеленных Людей От Самых Тяжелых Форм Рака Туберкулеза Разного Рода Болезней Которые Вообще Страшно О них Подумать Но Причиной Всего Был Обед И он Даже Не был Связан Ни с Финансами Ни с Материальными Вещами Ни с чем Он был Связан С тем Каким Ты Будешь После Того Как Я Дал Этот Обед Богу Знаете Друзья Я Смог Пожертвовать Потом Уже Десятки 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 Автомобилей И Не Один Миллион Долларов И Удивительно То Что Все Продолжает Расти Все Продолжает Двигаться Я Хотел Чтобы Вы Записали То Что Я Сейчас Скажу Это Для Меня Очень Важно Я Очень Серьезно Знаете Вот Эти Слова Ну Можно Сказать Пережил Я Вы Не Представляете Что Сейчас Множество Людей Ходатай Все Молятся О том Что Вы Услышали От Духа Святого То Что Я Сегодня Говорю Запиши Самые Сильные Обеты Это Обеты Того Какими Мы Будем После Того Когда Бог Изменит Нашу Жизнь И Поднимет Нас Я Повторяю Самые Сильные Обеты Это Обеты Того Какими Мы Будем После Того Когда Бог Изменит Нашу Жизнь И Поднимет Нас И поверьте, Бога не интересуют там деньги, которые мы обещаем Это хорошо, я всегда даю обеты финансовые И это работает, мощно Но это не самое главное Бога это не так волнует все Бога волнует, кто ты? Ценность Бога, это не твои деньги, это не твои дела Ценность Бога, это ты Если ты любишь Бога сегодня, то вот она ценность Бога Если ты предан Богу сегодня, вот она ценность Бога Если ты сегодня смиренный человек, вот она ценность Бога Вот это он все ценит Если ты верный человек, вот она ценность Бога Ценность Бога это ты И если вдруг так случится, что ты это все потеряешь То, что бы ты ни делал Самое дорогое Бог потерял А самое дорогое это ты Поэтому еще раз зачитываю вам это Самые сильные обеты Это обеты того, какими мы будем после того Когда Бог изменит нашу жизнь и поднимет нас Обет быть смиренным Запиши себе это Обет быть послушным Намного важнее для Бога Любого финансового или материального обета Обет быть смиренным, обет быть послушным Когда? Не сейчас А после того, как Бог даст тебе то, что ты хочешь Обет быть смиренным, обет быть послушным Намного важнее для Бога Любого финансового или материального обета Или обета того, что ты можешь сделать для Бога И вот этот момент, друзья Знаете, что Он Послушайте, в чем суть Он как якорь Когда ты даешь такой обет Богу Ты как будто бы забрасываешь в будущее Якорь совершенного успеха Но успех этот Он будет покрыт гарантией Бога Его присутствие И его одобрение Потому что я могу сегодня Быть человеком, который Который ничего не имеет Посмотрите на меня все Я был человеком, который Ничего не имел Ни финансов не имел Ни успеха не имел Мудрости не имел Не имел вообще понимания Как строить церковь Не имел понимания вообще Где взять вообще Какое-то понимание Мудрость, знания Я не мог ничего Но я забросил в будущее Этот обет Который для Бога был важнее Намного важнее Всех обетов, которые только могут быть И вот послушайте Этот обет Вот можно просто Сказать так Я бы выразился так Он был важнее, чем Может сто миллионов долларов Он был важнее, чем Что угодно, что ты мог бы отдать В будущее В будущее можно забросить Якорь Совершенно Новой жизни И самое главное, друзья Когда мы забрасываем в будущее Этот якорь Бог отреагирует всегда На твой обет Именно на такой Это раз А во-вторых Вы знаете, что в древние времена В городах Вся защита Строилась на чем? На стенах Стены защищали Город от врага И если приходили войска То стены строились так Чтобы эти войска Эти полчища Не могли ничего сделать городу И вот Вы должны понять Такую вещь Что Обеты того Какими мы себя сохраним Запишите себе это Обеты того Какими мы себя сохраним После того Как Бог поднимет нас И являются Этими стенами А беты того, какими мы себя сохраним После того, как Бог поднимет нас И являются этими стенами Когда моя церковь стала уже исчисляться в тысячах Друзья, я оставался смиренным человеком И остаюсь до сих пор Потому что мне не позволяет быть другим Мой обет и моя клятва перед Богом Потому что я пообещал Богу Когда у меня было 50 человек в церкви Я пообещал Богу, что когда будет тысяча Когда там будет рост Я буду смиренным таким же, как будто бы у меня 50 Многие люди даже удивляются Они все время подходят ко мне И когда они говорят со мной на вы Я им говорю, не говорите на вы Потому что я не могу этого даже выносить У меня внутри как заложено, что я твой раб Я твой слуга И для меня великая честь служить тебе Почему? Потому что я дал Богу обет Быть смиренным Смиренным Послушным И независимо от того, как все растет Я не вижу этого Потому что самая главная ценность Она внутри Это обет Из-за которого все произошло Из-за которого Бог пришел ко мне Из-за которого Бог позволил Вообще всему быть И вот послушайте, друзья Эти стены Защита Это наш обет И Вот рассказать вам еще Какие-то вот тонкие вещи Которые помогут вам Вы хотите это услышать? Вот многие Из вас могли заметить Мое особенное отношение К моему пастору И к моим наставникам К пастору Крейгу К пастору Ральфу К Роберту Диону Креорию Павловича И вы знаете, друзья Вот все окружение мое знает Что я взял На себя материальную ответственность За моего пастора И наставника И уже на протяжении Очень многих лет Я ежемесячно Чтобы вы знали Поддерживаю их финансами И эту саму возможность Поддерживать их Конечно же дал мне Бог И на это тоже есть причина Вот вернемся в 2002 год Как раз тогда все и происходило Со мной случилась Одна интересная история Вы знаете, что все люди Все церкви Все пасторы Ну вот основная масса Чем они занимаются? Они в основном стараются Связываться с американцами С канадцами Для чего? Чтобы оттуда Получать поддержку финансовую Вы в курсе этого? То есть это как бы нормально Считается И вот Друзья, у меня пастор канадец И так вышло, что Был момент Когда я был в Перещепино Он меня поддерживал Финансово И вот однажды Представьте, как раз Когда мы переезжали в Днепр И у нас Очень была Большая нужда С Викторией Огромная нужда И вышло так Что я приезжаю В Днепр Жили мы еще в Перещепино Приезжаю в Днепр И пастор Крейх Он получается Когда приезжал Все как вот это Слетались Знаете, как пчелки на мед Вот Все пасторы Там все Потому что он всем давал денежки И он всем дает денежки А нам с Викторией Говорит Все Больше вам не дам денег А у нас как раз Сейчас надо деньги Мы приехали Мы уже эти деньги Потратили давно Мы говорим Как пастор А он говорит Все Поддержка закончилась Больше не будет И Так получилось Что я отхожу в сторону Общаюсь с другими Говорю А тебе дали А тебе дали Всем дали И говорят Представляешь Он даже дал деньги Каким-то пасторам Которых он вообще не знает И не в курсе Кто они такие вообще И это все попадает В мое сердце Мы садимся с Викторией В машину Едем в Перещепино Ну и разговариваем Говорю Что это такое Как вот пастор Так вот поступил Что же он нас Так в трудное время В такое бросил И мы едем И потом я останавливаю Этот разговор И говорю Виточка Говорю Это наш пастор И Мы Его Любим И Нам Нельзя так Говорить Нельзя так Думать Мы Короче говоря С Викторией Прям в этот момент Даем Богу Обещание Опять же Какое Обед Что больше Никогда Я не возьму Ни копейки У пастора Потому что Самое Самое Ценное Что Мне Дает Пастор Это Слово От Бога И Вы знаете Что Мы Доехали Это была Уже Ночь Мы Доехали Поспали Несколько Часов Вернулись В Днепр А пастор Вечером Уехал На Киев И Мы Поехали К пастору И Приехали К нему И Говорим Мы Хотим Поговорить А он Сел Так Говорит Ну Говорите И я Ему Говорю Пастор Мы Приехали В Киев Чтобы Поблагодарить Тебя За то Что Ты Вообще Нас Поддерживал За то Что Ты У нас Есть За то Что Ты Любишь Нас Спасибо Тебе Пастор Расплакался И Он Мне Потом Говорит Я Думал Обиделись И Приехали Деньги Просить Я Говорю Нет И С того Момента Друзья Я Сам Себе Сказал Что Ни Американцы Ни Канадцы Никогда В жизни Не заплатят За меня Ни В каком Кафе Ни В каком Ресторане Я Буду Им Помогать Но Я Был Бомжом Я Был Нищем Друзья И Тем Не Менее Я Начал Помогать Пастору Я Помню Когда Была Первая Тысяча Долларов Мы Поехали С Викторией Привезли Пастор И Я Помню Как Я Дал Пастору Тысячу Долларов Он Заплакал Говорит Вы Просто Не Понимаете Все В Украине Все Хотят От меня Деньги Потому Что Я Канадец Говорит Мне Один Раз В жизни Говорит Дала бабушка Какая-то Африканка Пять Долларов Говорит А вот это Второй раз Выдали И Мы Начали Делать Что-то Для Пастора И Знаете Что Я вам Скажу Друзья Удивительно То Что На самом Деле Происходит С нами Внутри Потому Что Этот Обед Изменил Меня Внутри Он Сделал Меня Другим Человеком Это Важнее Чем Деньги Чем Все Остальное Потому Что Бог На Нас Смотрит И Он Смотрит И Обеты Есть Друзья Слушайте Внимательно Которые Не Могут Не Коснуться Бога Которые Работают Всю Жизнь Послушайте 2002 Год Прошло 16 Лет Пастора Поддерживаю Поддерживаю Пастора Ральфа Поддерживаю Поддерживаю Я поддерживаю Всех Друзья И Слушайте Внимательно В чем Сила Наше Решение С Викторией Внутреннее Вот в чем Оно Заключалось Я вам Его Прямо Сформулирую Мы Тогда же Сказали Что Мы Будем Пастора И Наставника Наш Любить Уважать И Поддерживать Финансово И Не Не Ожидать От Него Вот Как От Пастора Крэйга Не Ожидать Никогда Финансовой Материальной Поддержки И Вот Я вам Скажу Такую Вещь Что Несмотря На То Что Мы Оставались В Глубоких Нуждах Мы Все Равно Тогда Начали Это Делать И Делали И Удивительным Было То Друзья Что Вот Этот Обет По Отношению К Пастору Он Изменил Меня И Некоторых Вещей Вот Конкретно Относительно Пастора И Наставников Я В Своей Жизни Никогда Не Допустил И Не Могу Допустить Это Касается Моих Мыслей Вы Меня Слышите Или Нет Почему Я Вам Об Этому Говорю Потому Что Именно Через Пастора Благословения Божьи Были Излиты В Мою Жизнь Апостольство Пришло Через Кого Через Пастора Советы Которые Были Самыми Ключевыми Словом От Бога Бог Не Мог Мне Это Сказать Он Говорил Пастора Но Этого Бы Не Было Если Было Неправильное Отношение К Нему Правда Я Был Глухим Вот Послушайте И Суть Вот В чем Что Вот Это Внутреннее Изменение Оно Сделало Такое Со Мной Что Появились Какие То Внутренние Границы И Они Связаны Даже Не Только С Моим Пастором И С Наставниками Они Даже Связаны Вообще С Людьми Которые Поколения Старших Да И К примеру Что касается Пастора Наставников Я вам скажу Можно Некоторые вещи Вам сказать Которые Конечно же Пастор Б не Сказал Вот Представьте Себе Я не могу Себе Позволить Чтобы Или Пастор Крейх Или Пастор Ральф Или Роберт Тион Чтобы Они Летели На самолете Не Бизнес Классом Не Могу Себе Позволить Почему Потому Что Бог Мне дал Понимание Что Всю Жизнь Пастор Пастор Ральф Прослужил Людям Всю Свою Жизнь 20 лет Он прослужил В церкви Доктора Йонгичо Строя Домашние Группы Потом Еще Там 20 лет Он прослужил Где-то Господи В Сингапуре Там Где-то Потом Еще Всю Свою Жизнь Он прослужил И В конце Жизни Его Старость Когда Я узнал Что У них Нет денег Даже Просто Сделать Ремонт В доме В Америке Вроде Там Должны Быть Деньги По идее Все нормально А он Так вышло Что я узнал Это через Других Людей Что у них Проблемы В доме И они Не могут Уже Несколько Лет Сделать Там Ремонт И я Помню Прямо Задал Вопрос Пастору Ральфу Говорю Пастор Ральф А как Так Вообще Вы Такой Великий Служитель Мировой У вас Все знают А он Говорит Раньше Еще Деньги Были Говорит Книжки Покупали Там То Другое Пятое Десятое Я нужен Был Говорит А Сейчас Говорит Нет денег Говорит И так Вышло Что у нас Там Какой-то Кризис Там Все Такое И я Когда Об этом Все Узнавал Боже Мой Я думаю Вот Почему Бог Избрал Меня Для чего Для того Чтобы Обеспечить Старость Его Рабам А Бог Через Это Показывает Человека Который Всю Жизнь Служил А В Старости Остался В Нуждах Больным И Остался Человеком Никому Не Нужным А Где Тогда Бог Хороший Вопрос Или Нет Бог Свою Верность Показывает Но Он Находит Кого То Через Кого Ее Показать А Аминь Аминь И Бог Бо Мог Взять И избрать Другого Парня Точно Не Из Украины А Избрать Парня Какого Нибудь Из Америки Но Мой Обед Богу Коснулся Бога И Он Выбрал Меня И Поэтому Пастор Ральд Который Я Никогда Не Знал Приехал К нам И На нашем Собрании Когда Мы Молились Бог Исцелил Его От Сахарного Диабета И мы Должны были Отрезать Обе Ноги Отрезали И Сахарного Диабета Нет Полное Исцеление Получил Но Началось Все Когда В 2002 Году Когда Изменен Я Был Изнутри Для Чего Для Будущего Если Ты Не Изменен Внутри Для Будущего Поверь Это Будет Катастрофично Люди Когда Ты Читаешь Библию Цари Книга Царств Многие Из них Поднимались В Смирении И Потом Когда Они Становились Сильными Они Шли Против Бога Они Становились Идолопоклонниками Они Становились Отступниками Они Становились Людьми Которых Потом Сам Бог Через Время Уничтожал Почему Потому Что Когда Они Были В Смирении Они Вы Слушайте Внимательно Не Дали Этого Обета Который Бы Их Потом Хранил И Сегодня Не Имеет Значения Есть Деньги Нет Деньги Как Трудно Тяжело Не Имеет Значения Помощь Обязательно Должна Осуществляться И Вот Слушайте Внимательно Некоторые Вещи Которые Мне Хочется Сегодня Чтобы А вы Можно Сказать Подчеркнули Для себя Вот мы Говорим Там За бизнес Класс Кому Кто-то Думает А зачем В бизнес Классе Летить Знаешь Что Когда Тебе 89 Лет В Эконом Классе Пролетишь 11 Часов И Скажут Умер 89 Поэтому Лучше Бизнес Класс Лучше Я Полечу В Экономию У меня Нормально Все Будет А Вот Эти Божьи Служители Однажды Я узнал Знаете Просто Случайно Что Пастор Ральф Представьте Себе Летит С Америки На Карибские Острова Проповедует Там Потом Он Летит Еще Куда Заезжает К нам В Киев Потом С Киева Летит Кот Девуар В Африку Девуара Летит Еще Куда И Везде Где Он Летит Люди Которые Его Приглашали Везде Ему Оплатили Эконом Класс Я К этому Отношения Не имею Никакого Он Жен Ко мне Летит Ну Образно Говорят Но Я Помню Как Внутри Я Даже Выдержать Этого Не Смог Я Сказал Я Извиняюсь Такого Не Будет Что Пастор Ральф Летел В Эконом Классе Это Несправедливо Перед Богом А Меня Бог Внутри Изменил Для Чего Для Того Чтобы Я Заботился О Пасторе Ральф Я Помню Я Сказал Об Это Мы Начали Искать Финансы И Как Бывает Да Финансов Нет А Я Говорю Нет Мы Найдем А Еще Посчитали Все Финансы Узнали Сколько Билетов Сколько Перелетов И Даже Говорят А Как Мы Это Сделаем Я Говорю По Любому И Мы Взяли И Сделали И Мы Написали Пастору Ральфу Выкиньте Эти Билеты Эконом Класса Просто Потому Что Они Вам Не Нужны Мы Вам Оплачиваем Полностью Все Бизнес Класс И Бизнес Класс Летал И Знаете Что Что Пастор Ральф Что Пастор Крейх Знаете Что Они Это Я Купил Билеты Бог Может Сделать Так Что Ты Будешь Оплачивать Бизнес Класс Кому То Почему Потому Что Если Ты Дал Обед Внутри Который Меняет Тебя Который Касается Сердца Бога То Бог И Обеспечит Потом Все Чтобы Ты Мог Это Делать Амин Дай Богу Слава И Жизнь Моя Она Была Изменена Не Просто Потому Что Знаете Я Так Захотел Была Конкретная Цель И Вот Смотрите Я Зачитываю Слова Которые Опять же Очень Важны Самые Сильные Обеты Которые Достигают Сердца Бога Это Обеты Того Каким Ты будешь Когда Бог Тебя Поднимет Изменит Твою Жизнь И Исполнит То О чем Ты Мечтаешь Каково Будет Твое Отношение К Богу К Семье К Церкви К Пастору Это Конкретные Вещи Которых Ты Должен Разобраться До Того Как Бог Изменит Твою Жизнь И Может Быть Такое Что Он Вообще Никогда Не Изменит Если Не Будет Этого Обета Поэтому Я Сегодня Проповедую Дорогие Телезрители Послушайте Все Послушайте Наша Жизнь Может Быть Изменена Если Мы Скажем Богу Что Что Его Конкретно Зацепит Что Его Конкретно Коснется Мак Ферсон Это Женщина Которая Умирала И Два Часа Жизни Оставалась Она Сказала Богу Я Буду Служить Тебе До Конца Дней И Была Исцелена Понимаете Есть вещи Которые Важны Для Бога Лестер Самрал Умирал 17 лет От Туберкулеза И Пришел Бог И С одной Стороны Показал Ему Гроб С другой Стороны Показал Библию И Говорит Выбирай И Он Говорит Иду Проповедником И Был Полностью Исцелен От Туберкулеза Понимаете Есть Обеты Которые Касаются Сердца Бога И Меняют Всю Твою Жизнь Вот О чем Я Говорю Ты Можешь Сегодня Что у Тебя Есть Чего Нет Это Не Играет Роли Самое Главное Что Ты Говоришь Богу Если Ты Скажешь Богу Тот Обет Который В самом Деле Он Ждет От Тебя То Он Возьмет Тебя С самого Дна Болота И Поднимет Тебя На Самую Высокую Скалу И Никто Ничего Не Сможет Сделать Против И Если Ты Сегодня Там Больной Бог Исцелит Если Нищий Бог Сделает Самым Богатым Если Сегодня Нет Мудрости Бог Сделает Тебя Самым Мудрым Вот Что Важно У Многих Людей У Ничего Нет Потому Что У Них Друзья Нет Основания У Них Обета Нет Я Видел Парней Друзья Которые Приезжали Ко мне Говорит Пастор Я тебя Так Уважаю Пожалуйста Десять Минут Мне Удели Приезжали Доставали Деньги Мы Хотим Посеять На Колени Помолить Моя Церковь Росла Я Помню Один Так Молился Пожалуйста У меня 50 Человек Я Уже На Грани Бросить Все Бросить Все Если Ты Сейчас Не Помолишься Я Говорю Слушай Вот тебе Программа На полгода Рассказала Представьте У него церковь выросла 350 человек На собрании И он приезжает Ко мне На колледж К нам приехал Еще в Днепре И Я так удивился Так ведется Странно Мы заходим В кабинет На перемене А он говорит Ты знаешь Я вот посчитал Говорит У меня же город Небольшой А у тебя Я посчитал В процентном Соотношении Говорит То пробуждение Не у тебя У меня Я говорю Может и станетесь Но на урок Да ты чё Зачем Он себя вот так повел Запомните Успех Который Не основан На Боге Всегда Временный Кто-то услышал Меня Всегда Временный Потому что Если Бог тебе Что-то дал Если ты себя Неправильно ведешь Он это поддерживать Не будет Если он не будет Поддерживать А он просто умрет Через время И всё Очень важно Чтобы Бог поддерживал И теперь слушай Тот же парень Потом пришел Ко мне опять Опять с деньгами И говорит У меня опять Писать человек Да еще где-то год прошел Говорит Помолись за меня Говорит Скажи что мне делать Я посмотрел на него Говорит Слушай Зачем оно тебе Нужно всё Говорит Ты же гордый Если у тебя церковь Начнет расти Ты же как себя ведешь Логично или нет Ты же становишься Вообще ненормальным А когда у тебя Писать человек Так ты нормальный парень Говорит Деньги я возьму А Писать человек Так пусть у тебя и останется Ну мы смеемся Шутим Но деньги то я взял Говорит Откуда у мунтяна Деньги Живу по принципу Дают Бери Бьют Беги Как сказал один человек Я запомнил эту фразу Мы что-то пришли Помню Его благословили Деньгами Говорю я хочу благословить Деньгами Кто-то из наших Сказал эту фразу Помню А он говорит Хорошо Жизнь научила меня Не противиться Так и я Жизнь научила меня Не противиться Вот Так вот слушайте Самые сильные обеты Которые достигают Сердца Бога Это обеты того Каким Ты будешь Вникните в эти слова Потому что Если ты такой обет Дашь Ты должен знать Вся судьба Изменится Если Бог Поверит тебе Смотрите Смотрите Каким ты будешь Когда Когда Бог Тебя поднимет Изменит твою жизнь И слушайте дальше И исполнит то О чем ты мечтаешь Вот каким ты будешь Вот это Для Бога Самое важное Потому что Он не хочет Тебя потерять Каково Запишите себе В свои конспекты Будет твое отношение К Богу К семье К церкви К пастору Каково будет Твое отношение Эти вещи Должны быть Определены Когда я их Определил В 2002 году Прошло 16 лет Мое отношение К пастору Конкретное Мое отношение К семье Конкретное К церкви Конкретное Почему Потому что Было Определено Еще раньше Понимаете У Авраама У него была Одна мечта Которой он Был вообще Вот просто Можно сказать Одержим Он хотел Потомства Он хотел Сына И Представьте себе Когда вдруг Родился Исаак В Исааке Была вся жизнь Авраама И здесь Вот слушайте Внимательно Когда Исаак У него был Что произошло Что происходит С многими людьми Когда исполняется Его мечта Сердце Авраама Могло прилепиться К Исааку Аминь И сердце Мое Когда я о чем-то Мечтаю Оно может Прилепиться К благословению Которое дал мне Бог И всегда Бог Он сделает так Чтоб ты сделал Выбор В таком случае Поэтому он сказал Аврааму Видя Как он любит Исаака Сказал Возьми Исаака На гору Мариа Отведи И там Принеси Жертву И знаете Что Слушайте Авраам Отец Всех Верующих От Авраама И Христос Слушайте Внимательно Авраам Ведет Исаака Вдумайтесь Сейчас Приносит Связывает Ложит На жертв Связывает И вот Нож В руке Авраама И у него Стоит Выбор В Исааке Вся его жизнь Счастье Его будущее Все И вот Бог Который говорит Убей Исаака Принеси В жертву Сына И что Происходит Друзья Если бы А не Благословение Благословение Которое Ты мне Дал Надо Остаться Без Исаака Значит Останусь Без Исаака И написано Он занес Нож И Уже Мгновение И сейчас Горло Горло Будет Перерезано У Исаака И написано Ангел Божий Возвал И многие Люди Послушайте Что они Думают Что Ангел Божий Возвал Это типа Из кустов Кто-то Вылез Пастух Какой-то Там О Нет Друзья Или Ангел Прилетел Авраам Нет Это Духовный Мир Он Проговорил Сердце Авраама Вы меня Слышите Или нет И если бы Авраам Что-то Не так Думал Он бы Даже Не услышал Этот Голос И Зарезал Исаака Но Конкретно Бог Ему Мог Проговорить Потому что Он выбрал Бога В то время Когда получил От Бога То что Хотел Это важные Вещи Друзья Которые Вы должны Заранее Определить Многие люди Заранее Ничего не Определили Поэтому И живут В старом Это Проблема Понимаете Когда Готовы еще Выслушать Чуть-чуть Несколько минут Поймите Поймите Мы вчера сидели Командой Общались Я рассказывал Вот эти вещи Но сейчас Хочу вам Рассказать Знаете Что такое Есть Бог Друг А есть Бог Проблема Да Это правда Потому что Бог Когда ты В кризисе Когда тебе Плохо Когда у тебя Нет денег Когда у тебя Болезнь Когда у тебя Нужна Когда Тогда ты Бог Я готов Ты молишься Ты проповедуешь Ты почему-то Слушаешь пастора Ты почему-то Идешь на Евангелизацию Ты приходишь На марафоны Ты делаешь все И ты послушный человек И Бог Для тебя ответ Ты говоришь Бог Ты мой ответ Ты моя слава Ты мое счастье Пожалуйста Только сделай чудо Пожалуйста Только измени Мою жизнь И все Приходит момент И Бог Меняет твою жизнь И вот Ты живешь Уже другой жизнью У тебя уже Много денег У тебя уже Здоровье есть У тебя уже Все есть И тогда Знаешь что происходит Бог Становится для тебя Проблемой Потому что Он не дает тебе Жить так Как тебе хочется Он не дает тебе Потому что Его правила Ограничивают тебя Когда у тебя Не было денег Ну что это мог Ничего не мог Только на молитвенные Ходить А когда куча денег Понимаешь Когда у тебя Здоровья куча Когда у тебя Всего куча Бог Это тот Кто берет И ограничивает Твое наслаждение В жизни Пастор Это тот Кто вообще Что тогда делать Надо освобождаться Как-то От этой проблемы От проблемы Всегда хочется Освободиться Так или нет Ну если Бог Стал проблемой Если пастор Стал проблемой Если церковь Стала проблемой Что тогда делать Надо освобождаться Надо Говорить Алло Алло Не трогайте меня До свидания Почему так происходит Для многих людей Друзья Кому Бог Дал что-то Для них Знаете что Это благословение Которое им дал Бог И стало причиной того Что тот же Бог Стал для них врагом Стал для них проблемой Слушайте теперь внимательно Для Бога Самое Ну вообще тяжелое Есть что-то Пережить Это когда человек Был предан церкви Когда человек Был предан Евангелизации Когда человек Был предан Спасению людей Когда человек Был предан Вообще вот Конкретно Народу Божьему Когда был Вечности предан Когда он Готов был На все Ради Иисуса Христа Когда он послушным был И потом Когда он все это теряет Это же Внутренность человека Это его сердце Это его я Это его Внутренний человек И Слушайте Это самое тяжелое Для Бога Поэтому Я говорю вам О чем-то сегодня Самое главное Что Бог Очень боится За нас Чтобы мы не погибли И в ад Не пошли Из-за того Что мы Можем получить Благословение От Бога Есть такое дело Способность Быть И богатым И здоровым И благословенным И при этом Любить Бога Еще сильнее Жертвовать Еще сильнее Слушаться Еще сильнее Быть смиренным Еще больше Вот эта способность Выцарывает Твою жизнь Потому что Если только Бог Это увидит Бог никогда Не дает все сразу Бог дает Часть Но делает так Чтобы эта часть Казалась для тебя Всем Кто-то меня слышит Сейчас или нет Чтобы она для тебя Была такой Что это казалось Все что я хотел Я получил Теперь мне Бог Не нужен Все Но это Бог Так делает Чтоб ты так видел И потом Он смотрит На тебя А это была Только проверка И потом Ты раз Пастору Говоришь уже Слушай Что-то Какие-то У тебя проповеди Сторонние Какие-то Они меня уже Напрягают Вообще Одно и то же Одно и то же Деньги 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 Как деньги А спасение людей Я говорю Опять Спасение людей Деньги 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 Что такое Знаешь И вот этот Меня напрягает И церковь Мне не нравится И знаете почему Потому что Ты Даже не знаешь В этот момент Что ты На проверке Ты на тесте Что то Что приготовил Бог Это совсем Другое Это намного Больше Это намного Величественнее Все самое главное Впереди Способность Рождается Слушайте Откуда С обета Если ты дал Обет Ты город Который Защищен Мощными стенами Поэтому Сегодня Друзья Послушайте Мне Ну вот Хочется Вас донести Сегодня Ты можешь Стать Способным Иметь То Чего У тебя Еще нет И Бог Это тебе Даст На основании Этой способности Но эта способность Это твое Слово Богу Каким Ты будешь Кто-то меня Слышит У меня В жизни Знаете Был один обет Богу Один очень важный Обет Я даже не знал Насколько он важный И не осознавал Сказать вам Я был человеком Который Периодически Периодически Вот знаете Впадал В такое состояние Ну как бы Какого-то давления Нежелания Там и так далее И я помню Я встал перед Богом И сказал Это Бог Свидетель Моим словам Сейчас Я не был еще Пастором Я сказал Богу Я говорю Бог до конца Моей жизни Я обещаю тебе Никогда не будет Такой минуты Что в моей душе Не горел огонь Что в моем сердце Не было любви И не было желания Спасать людей Я дал Клятву Богу И каждый раз Когда Множество Каких-то Неприятностей Сваливается Множество всего Давит со всех сторон На душу Знаете что Я не могу ничего сделать Я же обет дал Понимаете да Что такое обет Ты не можешь Переступить это Потому что Ты будешь Клятво преступником Перед Богом Я в эти моменты Бывает еле дышу Потому что Нагрузки Которые бывают Сваливаются на меня Это ужасные нагрузки Но я все равно говорю Господь Огонь Люблю тебя Спасаем людей Виточка говорит Сейчас мы тебя спасем Подожди Я говорю Я злой на дьявола Будем делать еще больше Потому что Обет Это сила Запишите себе Ничто Не ранит так Сердце Бога Как человек Обещавший ему Преданность Своей души Но потерявший Свою душу После того Как Бог Дал ему Желаемое Я еще раз Зачитываю Ничто Не ранит Не ранит Так сердце Бога Как человек Обещавший ему Преданность Своей души Но потерявший Свою душу После того Как Бог Дал ему Желаемое Вы знаете Друзья Я был Свидетелем Одного обета Я помню Один парень Приехал к нам На колледж В Днепр Это был Как раз Колледж Перед тем Как мы Переехали В Киев И Меня познакомили С ним Он с другой Страны Он бизнесмен И Ну у него Ничего Вообще не получалось Абсолютно Ничего И так вышло Вот Меня подвели К нему Мы стояли Я вам рассказываю Так все как было Дословно И он говорит Пастор пожалуйста Помоли за меня Я мечтаю Служить Деньгами Я мечтаю Ну партнером быть Я вообще Ну бизнесмен Вот уже столько лет У меня ничего не выходит И так далее И тому подобное А я не люблю Знаете Вот этих молитв Ненастоящих Мне все Ненастоящее Не нравится Поэтому Бывает неудобно Ну надо правду Человеку говорить Я говорю Слушай Говорю Давай так Я тебе скажу сейчас что-то Ну ты должен понять По другому не будет Он говорит Хорошо Я говорю Ты должен дать Богу обещание Он говорит Какое Говорю Вот когда Бог даст тебе деньги Что ты будешь Любить Его Что ты будешь Послушным пастору Что ты будешь Таким же человеком Вот как сейчас Он так стоял Бог свидетель Плакал Говорит Я даю Богу обещание И я помолился за Нему И говорю Вот с этого момента Ты увидишь У тебя начнет бизнес расти И так случается Представьте Такое не часто бывает Что пока он был на колледже Там В его стране Где там его бизнес Там случилось чудо И там реально Начало все вот так вот Расти 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 Масштабно И он реально Стал миллионером И знаете Что с ним произошло Когда он стал Миллионером Он просто Плюнул на все И все Что Говорил тогда Все нарушил И Как говорится Им Завладело Благословение Божье А не Бог И это Так печально Потому что Бог Он может Дать тебе Все Девушки Есть Которые говорят Я буду тебе Служить Господь Потом приходит Какой-то парень С улицы Понимаете Мужчина Какой-то И Эта девушка Из-за мужчины Она Бросает Все Церковь Бога Все на свете Скажите мне Есть будущее У таких людей Будет ли с ними Сотрудничать Бог Нет Не будет Почему Да потому что Нужно быть верным У меня есть Вот в команде Люди Некоторые из них Знаете как стали Частью команды Вот уже много лет Лет 15 Прошло Как Люда Ратушная Со мной Она работала Старший следователь По особым Экономическим Преступлениям Ну такая шишка была Заводы там Безопасность Денег Много всего Такого У нее была проблема И ко мне подводят ее И говорят Я ее вообще Вижу первый раз Подводят и говорят Говорят мне так Помолись за нее Потому что у нее такая проблема Я даже рассказывать вам не могу Какая Там проблема Все Жизнь закончена Как говорится Потому что она посадила Не тех людей И в общем Говорят там все И суть вот в чем Что я не могу Просто так молиться Потому что там Сто процентов Уже ничего не сделаешь Только надо Реально Настоящее вмешательство Божье Поэтому я ей говорю Говорю Послушай Говорю Вот ты Если обещаешь Быть моей помощницей Тогда я сейчас Помолюсь за тебя А если Не обещаешь Тогда не буду молиться Потому что я знаю Что ничего не будет Вот я говорю Чувствую так И все Она говорит Я обещаю Быть твоей помощницей В тот момент Она бы обещала Кем угодно быть Понимаете Я помолился за нее И представьте себе Однозначно Там вообще молитвы шли За то Там даже судили ее Представьте себе И молитвы шли за то Чтобы ей дали Хотя бы 12 лет А не 15 Понимаете Вот за что молитвы Там не было вопроса Какого-то другого Потому что Эти вещи Не хочу сейчас поднимать Рассказывать Как говорится Но суть вот в чем Что чудо случается И Ничего ей вообще не дают Все дело развалилось Короче говорю В одно мгновение Люди эти исчезли АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И тут Знаете как бывает Прошел там Я не знаю сколько там Пару месяцев там И ко мне опять подходит Это же сестра Которая ее подводила Говорит Что Людора Она едет там В Донецк На работу Какой-то там Ну она же начальник Службы безопасности Там Сам На всех заводах И Я как услышал Говорю Ну вызови ее сюда Она подходит И еще мне говорит А я еду Помолиться мне Паспорт Я как начал кричать на нее Люди говорят Да что я бывает кричу Да я бывает так кричу Что мама не горю Как гаркнул на нее Говорю Ты Обещала Что ты будешь Моей помощницей А сейчас ты едешь Деньги зарабатывать Говорю Все Говорю Уезжай Чтобы я тебя не видел Вообще Я говорю Теперь я буду молиться Чтобы тебе дали Не 12 Не 15 Я буду молиться Чтобы тебе 30 дали Вообще В общем короче Я кричал Кричал на нее Я когда так говорю На самом деле Я же не подразумеваю Что 30 25 хватит И знаете как Она Меня вот это Стояла Слушала Ну и естественно Она говорит Нет Я пообещала Все И она от всего Отказалась И стала Моей помощницей Друзья Но ей было От чего отказаться Потому что Это были Большие деньги Это была Вообще Другая жизнь И все такое Но Она Дала обет И вот уже Около 15 лет Она со мной Рядом И она Один из самых Ключевых помощников Моих Человек Которому я Абсолютно доверяю И через нее Столько людей Спасается Она выбрала Жизнь Друзья Совсем не такую Как многие мечтают Вы знаете Ее служение Очень тяжелое Потому что Она Практически Не бывает Дома Вот сегодня Андрей Его муж Это Тоже Начальник службы безопасности На металлургическом заводе На суть Вот в чем Что они видятся Редко Потому что Она все время ездит По разным странам По разным церквям Везде всех учит Служит Учит Служит Ни один человек Это не выдержит Но Из-за обета Она все-таки Это сделала Вы знаете что И она могла бы сказать Слушай Такую жизнь Я не могу выдержать Тем более Извиняюсь Мне же не 20 лет И Уже как-то Надо все менять Нет Друзья Надо И она делает Она служит Я знаю что Такие люди Они всегда От Бога получат Вознаграждение Мне задают вопрос Часто задают И при том Серьезные люди Как говорят Ты выдерживаешь Столько критики И столько Несправедливости И столько Нападков И при этом Ты служишь Как танк Говорят Они так называют Как танк Идешь 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 Говорят Как ты выдерживаешь Это Вы знаете У меня была Одна история Один пастор В Днепре Взял И Сделал Такую вещь Когда мы С командой Отдыхали Они подъехали И Начали Там короче говоря Снимать на видео Что-то там Туда-сюда А мы просто вышли Мы были В спа-центре Вышли Ничего понять Не можем В чем дело И этот пастор Он сделал Такое великое зло Он взял Представьте себе На весь мир Людям Наговорил на меня Неправду И говорил он Такую вещь Слушайте Что я Он Что он меня поймал В бане С проститутками Это сейчас Со мной Типа Отравить Относительно Относительно Меня И вот Слушайте Что происходит Он Говорит А я еду В машине И говорю Эту фразу Которую Он мне научил Вы знаете Что мунтианы Застукали В бане С проститутками Один из пасторей Поворачивается К нему И говорит А какое видение В вашей церкви Это он мне сам Лично рассказывает Он говорит Я сел вот так вот И говорит И какое-то обличение Что у нас Видение в церкви Это каким-то образом Уничтожить мунтиана Говорит А у мунтиана Видение спасения людей И говорит А получается Я после этого Говорит Это было там Типа вчера Говорит Не могу ни жить Ни спать Все я приехал Говорит Каюсь во всем этом Прости меня И он ушел от него И пришел ко мне в церковь И все мне вот это рассказал Как они там делали все Как они там сделали собрание Клятву все дали Что никому не скажут Что это не выйдет Что как меня потопить Была цель Говорит Мы сделаем с него грешника И оттянем людей С его церкви В нашу церковь И так далее Там целые планы Стратегические Но знаете что Когда Дух Святой Строит церковь Он посрамит каждого Кто на эту церковь Свою грязную лапу поднимет Эмэн Но я очень Ну знаете Мне было очень тяжело Это пережить Я помню Я выехал Я даже не мог находиться дома Я выехал Там турбаза рядом была И я выехал на эту турбазу И пошел молиться И мне так тяжело внутри Потому что Ну вот представьте себе Ты всю свою жизнь полагаешь Для служения Ты всю свою жизнь полагаешь Для того чтобы люди спасались И тут ты уже ничего Никому не докажешь Тут же фишка в чем Что он им так и говорил Говорит Что потом Когда разберутся Уже всем будет все равно Говорит Правда это или неправда Понимаете в чем фишка Потому что Когда говорят что-то Потом разницы нет Правда это или неправда Это как Один пришел Который клеветал К другому пастору Это два пастора Это история такая Это реальная история И говорит Прости меня Говорит за то что я Вот столько клеветы На тебя сказал Он говорит Да прости Да прости Говорит Ну И потом берет так Жмень Знаешь Где-то там была Сожженная бумага Он так взял И так Жал И так И он так Залетел И говорит Собери это Говорит Вот так твоя клевета Говорит Говорит Ты взял это Сделал А теперь твое прощение Оно не решает ничего Потому что люди Уже все равно так думают И люди склонны больше верить В плохое Чем в хорошее И я стою на этой турбазе И слушайте В чем дело И я молюсь И вдруг Знаете Вот я дошел До той точки Когда вот Ну все Знаете Я вот так вот Просто поднимаю Глаза к небу И у меня такое вот понимание Что не может Такое случиться со мной Если Бог Этого не хочет Не может со мной Что-то произойти А за этим Бог не стоял Не может дьявол никакой Вторнуться в мою жизнь И тем более Это человек какой-то А Бог Типа Не видел этого И я вот так Просто понял Ему значит Хочется Чтобы это было И я поднимаю Так глаза к небу Дословно Вот рассказываю Как было Я говорю Бог И у меня внутри Все поднялось Я говорю Если тебе Это нравится То это Самое главное Для меня Говорю Так выкатай Меня в грязи Сильней намного Да пусть сильнее Все будет Да пусть вообще Все Если ты хочешь Чтобы рухнуло Все Пусть рухнет Потому что я хочу Чтоб лишь бы тебе Было приятно Лишь бы тебе Было хорошо Потому что Моя цель жизни Я в тот момент Как умер Для церкви Умер для движения Умер для каких-то Вообще вещей Мне все равно было Умер и все Я сказал Мне самое главное Чтобы тебе Было приятно Если тебе приятно Чтобы я просто Полы мыл В туалете Там унитазы Драил Я буду это делать Потому что Цель моей жизни Чтоб тебе было приятно Поэтому давай Сильнее делай это Я помню Как Дух Святой Зашел Это было Невероятно Я пережил Реально Как Бог Просто обрушился На меня Я стоял Плакал там Я просто понял Что мне Вообще Все Все равно Самое главное Чтобы Богу Было приятно А кем я буду Апостолом Или я буду Унитазы мыть Мне все равно Богатым Бедным Мне все равно Главное Чтобы ему Было приятно Если ему Будет приятно Чтобы я был нищим Я хочу быть нищим Если ему Приятно Вообще Чтобы может я умер Где-то Я хочу умереть Потому что Я живу Не просто здесь Я живу в вечности Амин Давид был человеком Которым Бог Сам сказал Что Этот Муж Божий Он так о нем сказал Исполнит Все желания Сердца моего Все хотения Мои А вы знаете Чтобы исполнить Хотения Божьи Нужно их знать Правда У меня часто критикуют Знаете сейчас За мои эти Татуировки Вы в курсе Да Пишут там В фейсбуке Так послушайте У меня татуировки Они у меня Там с 14 лет И они были плохие Нехорошие На них были Плохие вещи Написаны Знаки плохие Говорят Можно удалить Пишут люди Вообще не разбираются О чем они пишут Ты удалял Нет Я удалял Вот у меня на пальцах удалено Это страшная вещь Я чуть без пальцев Не остался Говорят Современные технологии Современные Лазером Если такое сделать С большой Татуировкой Неизвестно Чем это закончится Поэтому я их Переделал И знаете Что у меня написано Вместо того Что было Вот было написано Там Чем больше Узнаю людей Тем больше Нравятся собаки И я ходил с этим Ну как это Пастор Из такой наколки С такими словами А слова еще Это же слово Говорят Написано В Библии Не делай Этих Письмена На теле Ради умерших Я говорю Ради живых делаю Я взял Переделал Написал Что тысячи Подут Вот для тебя Ну вы поняли Обетование Божие Но к тебе не приблизится А ту Стер Ну как бы Сверху Другое написано И вот у меня Написано Знаете что Как за Давида Написано Он исполнит Все хотения мои Потому что Я верю Что это Самое главное Это предназначение Нашей жизни Не важно Что делать Не важно Кем ты будешь Богатый Бедный Не важно Какой статус у тебя Не важно ничего Самое важное Исполнит Все хотения Мои Скажи со мной Сейчас Я хочу Исполнить Все хотения Божьи И заканчивая Эту проповедь Друзья Я вам говорю Одну вещь Самую важную Которую я хочу Донести До вас Друзья Дорогие Желаемое Желаемое От Бога После того Как мечты Бог исполнит После того Как Бог Поднимет тебя Обед Этот обед Может Изменить Всю твою жизнь И я увидел Что в жизни Я давал Много обетов И даю Связанных С материальными Вещами С машинами Я пережертвовал Множество С деньгами Я постоянно Жертвую Я никогда Не живу Так чтобы не жертвовать Всегда жертвую Но все эти обеты Друзья Они ничего Вообще Не стоят Я исследовал это По сравнению С теми обетами Которые я давал Относительно Своего внутреннего Состояния Относительно Того Каким Я буду По отношению К Богу По отношению К пастору По отношению К церкви По отношению К Евангелию Мне задают Вопрос Чего ты не успокоишься Потому что Я дал Богу Обет Что Евангелием Буду гореть До конца дней И я дал Обет Конкретно Мы с Викторией Дали обет Что мы Хотим прожить Девяносто пять лет И проповедовать Евангелие Иисуса Христа До последнего вздоха Потому что Я знаю Что есть Возможность У каждого человека Который На моем Месте Жить Другой Жизнью Спокойной Жизнью Так или нет Просто Ничего не делать Можно сказать Как многие Постараживают Они приходят В воскресенье Стали Попроповедовали Пошли домой Скачали проповедь Там С интернета Там Или откуда Пришли Попроповедовали Пошли Целую неделю Они живут Работать Или не работают Просто отдыхают И я вам скажу Что Спокойная Размеренная Жизнь Машина Есть Квартира Есть Все Все нормально И знаете Что Зачем Ну вообще Что ты делаешь Ты же еще Из-за этого Попадаешь Постоянно Под что На тебя гонят Критика Обзывают Тебя Оскорбляют Тебя Обвиняют Тебя Если ты Ничего не делал То никто Ничего не говорил Правда Чего ты лезешь Чего ты Не успокоишься Друзья Обед Гореть Любить Это как Стены Моего города И я хочу Тебе сказать Вся твоя Жизнь Изменится Если ты Поймешь Какой обед Нужно дать Тебе Когда ты Поймешь Что ты должен Сказать Богу Чтобы прямо Сейчас Бог тебя Услышал И вся твоя Жизнь Была Просто Изменена На все Тысячи 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 Процентов Все может Измениться Абсолютно Все Если твой обед Коснется Сердца Бога И помните Я много Обедов Разных Видел Вот этот обед Он Касается Сердца Бога И делает Тебя Абсолютно Новым Человеком И когда Придет время И Бог Тебя поднимет И даст тебе Все что Ты только Мечтал И больше Этот обед Защитит Тебя Слышишь Меня Этот обед Защитит Тебя Поэтому Твой обед Это уже Акт веры И когда Ты говоришь Бог Когда ты Это сделаешь Ты уже говоришь Как будто бы Ты знаешь Что Он Это сделает Аминь Это акт веры Давайте встанем Я хочу Сейчас Помолиться С вами Для меня Сегодня Дорогители Зрители Для меня Сегодня Это слово Оно Очень Очень Важное Потому что Я верю Что здесь В этом Зале А также У кранов Телевизоров Есть люди У которых Просто Супер Величайшая Судьба У которых Просто Величайшее Будущее И которые Должны Как Многие Мужи Такие Как Лестер Самрал Который Прожил 86 лет И Ушел Будучи Верным Богу Кеннет Хейган 86 лет Друзья Он Служил Богу Все его служения Даже последние Когда его уже Поддерживают Он служит По прежнему И Дух Святой Там так движется Что просто Не передать Никакими словами Возьмите И посмотрите В интернете Последнее служение Кеннета Хейгана И знаете что Эти мужи Божьи Они сохранили Верность Богу Несмотря на то Как высоко Их Бог Поднял И послушайте Кеннет Хейган Говорит Своей семье Говорит Бог мне сказал Что сегодня Он меня заберет В 10 Они собрались В 10 Сели за столом Смотрят на часы В 10 Он просто Вот так Опустил голову И ушел Знаете что Я хочу Тоже так уйти Я хочу Чтобы ты так Ушел Верным Богу Чтоб сам Бог За тобой пришел А не демоны Какие-то Дьявол Пусть оно Просто Ликвидирует Все демонические Устой Планы Все демонические Замыслы Все что он мог Посеять Пусть это Слово Сегодня Господь Станет Ответом Я молю тебя Дух Святой Я молю тебя Дух Святой За каждого Телезрителя Я молю тебя За каждого Человека В этом зале Я прошу тебя Дух Святой Пусть это Слово Станет Причиной А все Остальное Уже будет Следствием Пусть это Слово Станет Причиной Господь Я молю тебя И пусть Обед Будет Дан И этот Обед Пусть Перевернет Все Пусть он Достигнет Небес Пусть он Достигнет Престола Великого Бога Пусть он Достигнет Сердца Божьего Поднимите Руки Свои К нему И просто Скажи Господь Поведи Меня В этом Слове Поведи Меня Попроси Об этом Попроси Поведи Меня То что Сказал Пастор Господь Я слышал Ну ты Поведи Меня Поведи Меня Скажи Это Духу Святому Дух Святой Ты Наставник Ты Учитель Ты Тот Кто Ведет Поведи Меня Даже Даже Если Вы Уже В пожилом Возрасте Вы Должны Знать Что Дух Святой Он Может Повести Вас Сейчас И Все Так Изменится Как Вы Никогда Не Мечтали Ваша Жизнь Очень Часто В Ваших Руках В Ваших Решениях Как Авраам Будьте Как Авраам Который Был Прилеплен К Богу Дух Святой Я Прошу Тебя Коснись 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 И сейчас Я прошу Тебя Дух Святой Чтоб Ты Коснулся Разума Чтоб Ты Коснулся Духа Чтоб Ты Коснулся Сердца Чтоб Ты Коснулся Души Чтоб Ты Коснулся Дух Святой Я прошу Тебя Сегодня Господи Мы говорили О причинах Причинах И Я молю Тебя Дух Святой Пусть сатана не украдет это слово Пусть дьявол не украдет это слово Пусть сатана ничего не сможет сделать против этого слова Пусть он никакого иммунитета не сможет дать против этого слова Прямо сейчас, дьявол, я разрушаю твое воровство Я разрушаю твое воровство Сатана попытается украсть у вас это слово Сатана попытается украсть это слово А значит украсть у вас великую судьбу Украсть у вас отношения с Богом Украсть у вас вообще Вашу связь с вашим Отцом Небесным Все возможности и все что он Приготовил для вас Сатана с этим словом хочет это украсть Ваше великое будущее Но я говорю прямо сейчас Дьявол я запрещаю тебе Убирайся вон Скажи со мной Сатана я запрещаю тебя Убирайся прочь Скажи это Духу Святому Скажи сейчас Я молю тебя Дух Святой Помоги это слово Господь сохранить Эта ответственность часто лежит на нас Во имя Иисуса Во имя Иисуса Боже помоги сохранить его Помоги растворить его верою Помоги Господь Во имя Иисуса Да будет так Да будет так Да будет так Давайте дадим Ему славу Халлелуя 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 И у нас Сегодня какой-то особенный день Я просто ощущаю У меня внутри свидетельство Что Бог С этим словом Он дарует Тебе победу Он дарует тебе Великую судьбу Он дарует тебе Защиту С этим словом Многое придет в твою жизнь Никогда не дай дьявола Украсть это слово Никогда Сейчас особенно Это семя Должно упасть На добрую почву Халлелуя Пожалуйста Сейчас еще друзья У нас один Очень важный момент Это святой момент Это момент Тогда Когда Господь На небесах Вместе с ангелами Ликует Это время Когда к Богу Приходят души Которые Принимают Иисуса Христа Своим Господом И Спасителем Сейчас никто Никуда не двигайтесь Оставайтесь на местах И прямо сейчас Все люди Которые Первый раз Сегодня на этом месте Все кто еще Никогда не принимал Христа Своим Господом И Спасителем Все кто еще Никогда не говорил Христу Да Войди в мою жизнь Прямо сейчас Вы можете пройти На эту сцену Для короткой молитвы Но эта молитва Самая главная В вашей жизни С этой молитвы Ты становишься Не просто Творением Божьим Но с этой молитвы Ты становишься Уже сыном И дочерью Бога живого Проходи сюда На эту сцену Оставь свое место Поспеши сейчас сюда Чтобы признать Христа Своим Господом И Спасителем Чтобы познать Его как Своего Отца Чтобы принять Его любовь Как Сына Божьего В свою жизнь Проходи сейчас сюда Друзья Давайте мы будем Оставаться на местах Для того чтобы Пропустить Тех кто идет На эту сцену Никуда не уходите Стойте на своем месте Но те кто первый раз Быстро Быстро Идите на эту сцену Быстренько Быстренько Оставляйте свой стул И бегите к нам сюда Чтобы сейчас Отдать свою жизнь Иисусу Христу Чтобы сейчас Чтобы сейчас Родиться для Него Чтобы сейчас Получить новую жизнь Для себя Прямо сейчас Быстренько Быстренько Друзья Церковь Давайте мы будем Давать славу Богу Давайте мы будем Аплодисментами Поддерживать Тех кто идет На эту сцену Не дай Дьяволу Обмануть тебя Не дай Никаким сомнениям Сейчас Посеяться В твоей голове Знай что это Особенный момент Это самый важный момент В твоей жизни Это самая важная Молитва В твоей жизни Церковь Давайте еще Дадим аплодисменты Давайте этими Аплодисментами Поддерживать тех Кто может быть Еще колеблется Кто может быть Еще переживает О чем-то Дорогой мой друг Все кто первый раз Проходите сюда Оставляйте свое место Ни за что Не переживайте Бог любит вас Бог знает Вашу жизнь Он дал все это Собрание Для того чтобы Ваша жизнь С этого дня Принадлежала ему Поэтому быстренько Быстренько Проходи сюда На эту сцену Для того чтобы Принять эту молитву Покаяния И дорогие друзья Все кто вышел На сцену Мы рады Вас приветствовать Здесь Все эти люди Это церковь Божья Это ваша семья С этого момента С момента покаяния Вы будете Сыновьями И дочерями Божьими И вся церковь Это будут ваши братья И сестры Но сейчас Самый важный момент Вы можете закрыть глаза И представить Что вы стоите Перед самим Господом Представить Что вы стоите Перед Ним И так и есть Он слышит Каждое ваше слово И будьте Открытыми И искренними Как будто вы Говорите это Лично Ему И я поведу вас В этой молитве Покаяния Повторяйте за мной От всего сердца Мы всей церковью Поддержим вас В этой молитве Дорогая церковь Давайте мы вместе Будем молиться сейчас В этой святой молитве Повторяйте за мной Дорогой Господь Я прихожу к тебе Во имя Сына Твоего Иисуса Христа Я каюсь перед тобой Во всех своих грехах Я каюсь перед тобой За то, что я жил без тебя Я отрекаюсь от дьявола И я прошу тебя Иисус Стань ты Господом и Спасителем Моей жизни И я прошу тебя Даруй мне рождение Свыше И сделай меня Частью церкви Во имя Иисуса Аминь Аминь Давайте Богу Вас дадим славу И протянем свои руки Чтобы помолиться За них Мы благословим вас Короткой молитвой Боже мы благодарим тебя За каждого из них И мы благословляем их Во имя Иисуса Мы молим тебя Господь Чтобы ты даровал Каждому из них Их рождение свыше Мы молим тебя Пусть с этой минуты Их жизнь будет В твоих руках Боже И пусть твоя воля Самая лучшая Для них Самая счастливая Для них Исполнится во всей полноте Во имя Иисуса Аллилуйя Аллилуйя Аминь Давайте Богу Вас дадим славу За столько спасенных душ Сегодня За столько спасенных Жизней сегодня Небеса рекуют И мы с вами рекуем И радуемся За спасение Каждого человека Субтитры создавал DimaTorzok